мир сетевых технологий делится на две больших темы это маршрутизация и коммутация довольно долго мы с вами говорили о маршрутизации потому что без понимания что такое маршрутизация как она происходит как управлять маршрутами как управлять трафиком просто не представляется возможным администрирование и управление сетями второй большой темой является тема коммутации и одним из подразделов этой теме является тема виланы virtual one можно сказать что виланы это есть коммутация практически ни одна любая крупная компания не обходится без виланов виланы это то на чем базируется вся коммутация и сейчас мы переходим к изучению виланов напоминаю вам что нашей целью является построение большой корпоративной сети в которой будут объединены все те технологии которые мы сейчас изучаем на отдельных проектах мы посмотрели модель оси посмотрели работу разных протоколов на разных уровнях модели оси посмотрели маршрутизацию и сейчас будем детально разбирать коммутацию пока еще не понятно собственно как вот эти все технологии будут применяться совместно в нашей какой-то конкретной организации непонятно откуда там 10 роутер в локальной сети как все вот это связывается между собой но сейчас когда мы изучим все вот эти технологии на отдельных проектах мы начнем строить большую корпоративную сеть и тогда уже у вас появится полная самое главное глубокое понимание того как работает сеть и как вот все эти технологии которые мы изучаем взаимодействуют между собой и так виланы пока значит забываем о том что есть какие-то роутеры какая-то маршрутизация пока этого ничего для нас не существует у нас есть только свечи допустим это какая-то наша организация есть отдел бухгалтерии отдел кадров менеджеры и айти отдел к примеру все вот эти вот компьютеры подключаются к свечам и все вот эти вот свечи объединяются каким-то одним большим центральным мега свечом так скажем если компьютер допустим из бухгалтерии решит обратиться компьютеры менеджера то собственно он просто направляет кадр и этот кадр идет по сети и приходит на компьютер менеджеры и также прошу вас обратить внимание на тот факт что все компьютеры находятся в 1 и той же под сети 10 видите все не находятся первые под сети по 24 маски а это значит что они находятся все в одной канальной среде и в одном широко обещательном домене и в В принципе, так сеть построить можно. То есть, как будет выглядеть сеть в реальной организации. Примерно она так и будет выглядеть. То есть, отдел бухгалтерии, это либо целый этаж бухгалтерии, либо просто какой-то кабинет. Там бухгалтера и там свитч. В другом каком-то кабинете там тоже свитч. И там, к примеру, отдел кадров. И чтобы они могли все между собой общаться, обмениваться данными, они соединяются каким-то центральным мегасвитчом. Можно, конечно, их было объединить между собой, без центрального свитча. Но это неграмотное построение сети. Но сейчас мы об этом не будем говорить. Это не про дизайн сетей. Это отдельная тема, о которой мы будем говорить. Так вот, здесь нет никаких виланов. Виланы просто тут отсутствуют. И вот такая структура сети без виланов порождает две больших проблемы. Например, мы не хотим, чтобы бухгалтерия имела доступ к менеджерам. А менеджеры не имели доступа к бухгалтерии. Без виланов мы сделать это никак не можем. Либо мы это сделать можем на уровне контроллер-домена, например. Но это уже программный уровень. А на физическом уровне нет никаких препятствий для доступа бухгалтерии к менеджерам и менеджеров к бухгалтерии. Мы можем взять его с этого компьютера, пингануть вот этот компьютер и вообще любой другой компьютер. Вторая проблема, которая наблюдается вот в такой вот сети без виланов, это большое количество широковещательного трафика, который грузит сеть. Каждый из компьютеров, входящих в один широковещательный домен, постоянно формирует какие-то широковещательные кадры. Работает протокол ARP, работает протокол DHCP, работает протокол NetBIOS. И каждый компьютер постоянно генерирует широковещательные кадры. Такие кадры доходят сразу до всех компьютеров в пределах одного широковещательного домена. Вот когда у нас всего лишь 6, к примеру, компьютеров, либо даже 10, то как бы ничего страшного, потому что количество широковещательного трафика будет не очень велико. Но то, что нарисовано тут, это схема условная. В бухгалтерии может, конечно, быть не 2 компьютера, а 30, в кадрах 20, а менеджеров вообще довольно много, может быть 200 и больше. И получается, собственно, что компьютеры, все они в широковещательном домене, и каждый компьютер генерирует какие-то широковещательные кадры постоянно. Что получается в этом случае? В этом случае получается, что у вас есть 100 мегабитный канал, например, вот от этого свеча до вот этого свеча. И вот в такой большой сети 50% от этой пропускной способности будет забито вот этими широковещательными запросами. Если оно забивается на 50% здесь, оно, соответственно, забивается тут, тут и тут. И получается, что из 100 мегабит у вас остается только 50 мегабит. А все остальное забито широковещательным трафиком. И это только в лучшем случае. Может случиться вообще широковещательный шторм, так скажем, и упадет на 100% загрузка. Кроме того, что вот этим широковещательным трафиком забиваются каналы, идет повышенная нагрузка на сетевое оборудование. У каждого свеча есть процессор. И этот процессор постоянно обрабатывает, коммутирует вот эти вот кадры. Соответственно, 50% процессорного времени у свеча будет занято тем, что будет обрабатывать вот это огромное количество широковещательных кадров. Соответственно, тот полезный трафик, который может обработать свеч, падает наполовину, до 50%. Если бы не было вот такого вот огромного количества широковещательного трафика, то свеч мог бы на 100% к примеру использовать свой центральный процессор и уже обрабатывать какие-то полезные данные. А вместо этого он обрабатывает только 50% пользовательского трафика. То есть первая проблема, о которой мы говорим, то что мы на физическом уровне не можем разделить доступ между отделами. И вторая проблема это то, что мы имеем большую нагрузку на сеть, мы имеем перегруженные каналы, поскольку генерируется большое количество трафика. Не когда 8 компьютеров, а когда их например 200, 600 и так далее. Для решения вот этих вот двух основных вопросов был собственно придуман механизм, который называется VLAN. VLAN это Virtual LAN, то есть виртуальный LAN, виртуальная локальная сеть. Теперь каждый отдел сидит в своем VLAN. Бухгалтерия в первом VLAN, кадр во втором, менеджер в третьем, IT отдел в четвертом. И обратите внимание, что теперь они все сидят в разных подсетях. Первый VLAN в первой подсети, второй VLAN сидит во второй подсети, третий в третьей и четвертый в четвертой. То есть тут, когда не было VLAN, у нас все компьютеры, все отделы сидели в одной и той же подсети. А теперь все отделы сидят каждый в своем VLAN и при этом каждый в своей подсети. То есть получается, что если мы делаем какой-то VLAN, мы делаем какую-то отдельную для него подсеть и заводим туда пользователей. Поскольку у нас каждый VLAN находится в разных подсетях, то размер широковещательного домена ограничивается одним VLAN. Посадили мы, например, в VLAN первый бухгалтерию. У нас там, допустим, ну 100 компьютеров. 100 компьютеров мы посадили с вами в первый VLAN. Они там генерируют какой-то широковещательный трафик. Но этот широковещательный трафик бегает только в пределах их VLAN. Он не попадает во второй VLAN. Также он не попадает в третий и в четвертый, соответственно. Так сказать, все варятся в своей атмосфере. Широковещательный трафик не выходит за пределы подсети и за пределы одного какого-то конкретного VLAN. Таким образом, мы с вами существенно, практически на 100% снижаем количество широковещательного трафика. Снижаем нагрузку на сеть. И, соответственно, сеть начинает работать нормально. Дальше, значит. VLAN позволяет на физическом уровне, ну так сказать, на физическо-логическом уровне, без использования контроллера домена, позволяют разграничить доступ. То есть, когда у нас есть VLAN, мы можем запретить пользователям VLAN 2 доступ к пользователям VLAN 1. Можно даже сделать так, чтобы VLAN 2 входит на VLAN 1, а VLAN 1 не может входить на VLAN 2. Так тоже можно сделать. Вот, к примеру, это как бы хорошо для IT-отдела. Чтобы IT-отдел мог заходить куда угодно, какой угодно VLAN, а к IT-отделу никто не мог заходить. То есть, функции VLAN обеспечиваются безопасность. Ну и логическая сегментация сети. Значит, мы четко делим, что в первом VLAN у нас бухгалтерия, во втором VLAN у нас отдел кадров, в третьем VLAN менеджеры, и четвертый VLAN IT-отдел. То есть, мы делаем с вами некое такое логическое разделение. Но это просто для удобства. А так, в принципе, основная функция VLAN это ограничение размера широковещательного домена и обеспечение безопасности. Как вы видите, на картинке представлена схема, при которой каждый свитч обслуживает свой VLAN. Вот первый VLAN в первом свитче, второй VLAN во втором свитче и так далее. Но можно сделать по-другому. В одном и том же свитче может быть и первый, и второй VLAN. Вот в этом свитче, к примеру, там только третий VLAN. В этом свитче только первый VLAN. Первый, второй, ну и так далее. Что будет с широковещательным трафиком в этом случае? В этом случае, если вот этот вот компьютер сгенерирует какой-то широковещательный пакет, широковещательный кадр, то этот кадр дойдет до вот этого вот свитча и придет в компьютер, который тоже сидит, находится в первом VLAN. И также придет вот в этот компьютер, который тоже сидит в первом VLAN. А другие VLAN, широковещательный кадр, сгенерированный изначально вот этим, они не получат его. То есть, собственно, ограничивается размер широковещательного домена. В этой схеме, если бы вот этот вот компьютер сгенерировал широковещательный кадр, то он бы попал на все вот эти вот компьютеры, там их, к примеру, тысяча, он бы пришел всем. А тут, если вот этот вот компьютер сгенерирует, получат только те компьютеры, которые сидят с ним в том же VLAN и в той же подсети. Видите, 1.1, 1.2, 1.3. Но другие VLAN уже находятся в других подсетях. Соответственно, возникает вопрос. А если широковещательный шторм ограничивается разделением вот на подсети, зачем нам тогда нужны VLAN? Почему нельзя взять и вот просто без всяких VLAN-ов разделить вот эти вот компьютеры на подсети? И воткнуть их в свитч. Просто разные IP-шники с разной подсети, назначить определенной группе компьютеров, их воткнуть в свитч и все. Зачем эти VLAN тогда нужны? Ну давайте, откроем Cisco Pocket Tracer и попробуем так сделать. Свитч. С двумя портами будет у нас роутер. С тремя даже. Так. Тут выход в интернет. И делим эти компьютеры. Этот компьютер будет у нас 192.168. Скажем 1.2. А этот компьютер будет 192.168.2.2. Сделали. Сделаем тут не облачко, а сервер пускай будет. Чтобы можно его было пинговать. Напишем, что это интернет. 215.215.215.1. Итак, какой IP-адрес мы сюда напишем? Это будет адрес основного шлюза. Давайте напишем 192.168.1.1. IP-адрес основного шлюза. 192.168.1.1. С той стороны. Инфа 8.0. IP-ад. 215.215.215. No-Shot. Так, здесь двоечка. 202.168. А, нет. 215.215.215.2. Шлюз. 215.215.215.1. Так. Это мы настроили. Тут все в порядке. А что тут? Здесь настроим давайте вот этот компьютер сначала. IP-адрес у нас 192. IP-адрес у нас 192.168.1.2. Шлюз у нас 192.168.1.1. Все так же, как мы обычно и делали. Так, тут теперь. Что тут? Тут тоже 192.168.2.2. А шлюз? Какой шлюз у нас? Вот этот шлюз. Правильно? 192.168.1.1. Так, а вот нет. Нельзя так делать. Айпи-адрес основного шлюза должен находиться в той же подсети, в которой находится сам компьютер. Для вот этого вот компьютера все правильно. Основной шлюз будет вот таким. Потому что он с ним находится в той же подсети. А для вот этого вот компьютера с таким основным шлюзом он общаться не будет. Для него основной шлюз должен находиться в той же подсети. И вылететь он должен так. Так, а интерфейс только один. И провод только один. Как же быть? Можно попробовать сделать два провода к этому роутеру. Два провода будет, два интерфейса и два основных шлюза. Ну давайте. Вот он второй. FA 7.0. Инт FA 7.0. Айпи-ад. 122.168.2.1. Маска. No shot. Шлюз. 122.168.2.1. Так, и тут. Так, уже указали. Так, ну чисто теоретически работать должно. Давайте проверять. Пинговать интернет. Вот этот сервер. Пишем ping. Работает. Так, а тут. Работает. Вот такая схема с двумя проводами работает. Получается, что от каждой подсети нужно тянуть по одному проводу. Допустим, у нас в организации 50 отделов различных. В общем, много различных групп. И мы наделали для них 50 разных подсетей. И получается, что нам нужно будет вот от этого свеча протянуть к роутеру 50 проводов. Напоминаю вам, что роутерный порт, вот этот модуль, который мы вставляем, вот этот роутерный порт, у Cisco стоит минимум 25 тысяч рублей и больше. Ну, средняя цена где-то 35-40 тысяч рублей за такой вот роутерный порт. И не сложно посчитать, что если у нас 50 подсетей, то нам нужно будет 50 таких роутерных портов, которые, собственно, даже не поместятся в один роутер. Соответственно, будет несколько роутеров и просто огромные суммы на реализацию такой схемы. При этом такая схема нужна обязательно, потому что без этого мы получим огромное количество широковещательного трафика. А по одному проводу и по одному интерфейсу мы не можем вот так вот гонять наш трафик. И вот тут-то на помощь нам приходит VLAN. Если мы сажаем вот этот вот компьютер в первый VLAN, а вот этот вот компьютер во второй VLAN, то с помощью VLAN появляется возможность всего лишь по одному физическому интерфейсу, по одному физическому проводу из разных подсетей обращаться к одному и тому же роутеру и, соответственно, дальше выходить в интернет. Вот зачем нужны VLAN и почему нельзя так просто взять и разделить без VLAN несколько компьютеров на подсеть. Теперь более детально поговорим о том, как работают VLAN. Мы с вами разобрались, для чего они нужны, но как они работают нам еще непонятно. Соединение между свечом и конечным абонентом называется Access. Соединение между двумя свечами называется Trunk. Обратите внимание, что здесь второй VLAN и здесь тоже второй VLAN. Что происходит, когда пользователь формирует какие-то данные и хочет их отправить? Точнее, не пользователь, а компьютер. Формируется самый обычный Ethernet кадр, структуру которого мы детально рассматривали. Самый обычный кадр, это еще никакой не VLAN. Вот этот вот компьютер, он понятия не имеет о том, что находится в каком-то VLAN. Ему все равно. Он просто формирует какие-то самые обычные данные. Самый обычный Ethernet кадр, который бежит, бежит, бежит и попадает в свитч. Свитч понимает, что вот эти данные, которые он получил на свой порт, относятся ко второму VLAN, что данные пришли из-под второго VLAN. И дальше в свою работу вступает стандарт, который называется 802.1Q. 802.1Q – это открытый стандарт. Стандарт – это набор правил, описаний и механизмов, как сделать ту или иную операцию. Так вот, когда вот этот вот свитч получает вот этот вот самый обычный кадр от конечного узла, в свою силу вступает стандарта 802.1Q, который модифицирует вот этот вот Ethernet кадр и превращает его вот в такой вот Ethernet кадр. Он просто добавляет в этот кадр еще одно поле, в которое ставит тег VLAN, из-под которого пришел данный кадр. То есть был обычный кадр, он пришел из-под второго VLAN. С помощью стандарта 802.1Q данный кадр был модифицирован. И это будет называться уже не просто Ethernet кадр, а тегированный Ethernet кадр. То есть кадр был протегирован. На него была повешена метка о том, что он относится ко второму VLAN. Итак, что происходит дальше? Когда тегированный кадр был сформирован вот этим вот свитчом, он его отправляет на вот этот вот супер-мега центральный свитч. А центральный свитч в неизменном виде с точно таким же тегом посылает на вот этот вот свитч. Вот. Этот тегированный кадр бежит по таранку и попадает на вот этот вот свитч. Дальше. Вот этот свитч в своей голове смотрит, разрешено ли ему работать с этим VLAN. Если разрешено, то опять же с помощью стандарта 802.1Q вот этот вот тегированный Ethernet кадр модифицируется обратно в обычный Ethernet кадр. И с него просто выкидывается вот этот вот тег. Тег убирается, и вот этот вот кадр опять становится обычным. И уже в очищенном виде идет на компьютер VLAN 2. Если бы вот этот вот компьютер был бы в VLAN 3, например, а дегерный кадр бы пришел с тегом VLAN 2, то вот этот вот свитч кадр бы ему уже не кинул, потому что он находился в 3-м VLAN. А кадр предназначается для 2-го VLAN. Что еще происходит с этим кадром? Пересчитывать значит чек сумма. Первоначально кадр был сформирован с такой чек суммой, а тут, поскольку этот кадр был модифицирован, чек сумма тоже поменялась. Соответственно, старый чек сумма выкидывается и пересчитывается, и отправляется дальше. Здесь тоже, когда обратно этот тег срезается, для того, чтобы отправить на конечную аксесс абонента, опять же пересчитывается чек сумма. Потому что кадр опять меняется, опять оттуда убирается вот это вот поле тега, пересчитывается чек сумма, и направляется на конечного абонента. Если у нас на одном свитче живут несколько VLAN, то вот сейчас вот так вот обозначено 2 кадра, 2 Ethernet кадра, которые были сформированы первым и вторым VLAN. И по вот этому вот ранку они одновременно передаются. Вот это вот какой-то кадр сформировал, а свитч его модифицировал и выпустил вот с меткой VLAN 1. Вот это вот тоже сформировал какой-то обычный Ethernet кадр, этот свитч его модифицировал и выпустил с меткой VLAN 2, фиолетовая. И вот два вот этих вот кадра, тегированных разными VLAN-ами, идут и бегут, попадают, попадают вот в этот свитч, и дальше уже распределяются в зависимости от того, кто в каком VLAN-е сидит. Опять же, сейчас мы с вами будем все это делать на практике, и будет это уже окончательно понятно. Эту схему сохраняем на всякий случай. Назовем ее, к примеру, откроем новый проект и сделаем вот подобную схему по два компьютера и три свитча. И четыре компьютера. Три свитча и четыре компьютера. Или даже пока не будем вот этот свитч делать, сразу соединим вот так вот. Нету пока у нас центрального мега-свитча. Что у нас там с VLAN-ами? Так, первый-второй, первый-второй. Пускай это будет VLAN- первый, VLAN- второй, VLAN- Так, первый, VLAN- второй. Первый-второй. Первый-второй. Что с IP-адресами? Каждый VLAN- это своя подсеть. Значит, это будет 1268.1.2. Потому что 1.1 это обычный IP-адрес основного шлюза. Мы его не будем использовать. А сразу адрес хоста начинается с двоечки. Тут тоже первый VLAN, значит, та же самая подсеть. Но хост уже следующий, то есть третий. VLAN-2 это будет 1268.1.2.2. И вот это уже будет 1268.1.2.3. Ну, совершенно не обязательно, чтобы вот второй VLAN и тут вот двойка была. Да нет, просто для удобства. Второй VLAN, вторая подсеть. Просто для наглядности. Они могут находиться в совершенно разных подсетях. Это может быть 1268.1.2. А VLAN-2 может быть 172.2.2.2. Допустим. То есть это не принципиально. Просто для удобства. Мы просто визуально видим, что первый VLAN, ага, значит, первый подсеть. Первый VLAN, значит, и первый подсеть. Ну и, конечно же, назначаем IP-адреса 1268.1.2. Шлюза нет пока. Так, тут тоже. 1268.2.2. Шлюза нет. Так, тут 1.3. Тут 2.3. Теперь нужно как-то эти VLAN-ы сделать. Как-то заставить вот этот вот switch тегировать Ethernet-кадры, который будет формировать ПК-0. Заходим на switch. Так, и сейчас для удобства я где-то вот фонд. Так, побольше, может быть. Так, ну, сейчас размер шрифта подрегулируем. Так, нормально. Переходим на порт свеча. Infa01 ConfT Infa01 И даем команду, которая будет указывать на то, что вот этот вот порт будет access-портом. SwitchPort mod access. Данная команда обозначает, что за вот этим вот портом данного свеча будет находиться конечный абонент. И от этого конечного абонента мы будем получать кадры и тегировать их. Проставлять на них метки. То есть модифицируйте Ethernet-кадр. В общем, мы не будем детально сейчас говорить об этом. Просто мы говорим, что этот кадр тегируется. на него ставится метка. Теперь нам нужно указать, какому VLAN-у принадлежит данный порт. Дело в том, что первый VLAN уже по умолчанию создан и он занят. порт в первом VLAN-у в первом VLAN-у потому, что первый VLAN-у уже занят. По умолчанию порт находится всегда в первом VLAN-е. Не знали, а теперь знаем. По умолчанию порт находится в первом VLAN-е. Нам, значит, нужно дать команду switchport аксесс и указываем VLAN, в который мы хотим посадить вот этого абонента. VLAN-2. нажимаем на Enter. Мы получаем диагностическое сообщение, которое говорит о том, что VLAN-2 на самом switch-е ранее создан не был, но когда мы определили, что порт будет относиться к второму VLAN-у, второй VLAN был автоматически создан. То есть, из этого выходит правило, что VLAN, во-первых, должен быть создан на switch-е, а во-вторых, VLAN должен быть прикреплен к какому-то порту. Если порт находится как в нашем случае на втором VLAN-е, то, соответственно, и конечный абонент за этим портом тоже находится на втором VLAN-е. Сделали. Отлично. Теперь нам нужно вот этот вот порт посадить в третий VLAN. Info-02. Также говорим, что switch-port mod-access. И сажаем этот порт в третий VLAN. Все. Теперь у нас вот этот вот компьютер действительно сидит во втором VLAN-е, а вот этот вот компьютер сидит в третьем VLAN-е. Мы можем выполнить команду шоу VLAN. VLAN. К сожалению, из-за того, что шрифт увеличен, вот. Так, из-за того, что шрифт все-таки у нас увеличен, некорректно показывает. смотрите, номер VLAN-а мы делали второй, и вот порт физический. Показывается, что вот этот физический порт F01 сидит во втором VLAN-е, а порт F02 сидит в третьем VLAN-е. А все остальные порты тут же их 24 штуки, все остальные порты сидят в первом VLAN-е. Называется такой VLAN-дефолт. Также есть дополнительные VLAN-ы для дополнительных служб. Это зарезервированные VLAN-ы. На данном свече они не поддерживаются ANSAP, но они зарезервированные. То есть мы не можем какой-то порт назначить на 1002 VLAN. Точнее 1002 VLAN мы не можем назначить на какой-то порт. Теперь нужно выполнить то же самое здесь на втором свече. Enable Conf Air Int F01 Switch Port Access Switch Port Mode Access Switch Port Access VLAN 2 Info 02 Так, Switch Port Так, Switch Port Access VLAN 3 Так, ну, теперь наверное мы сможем компьютер из VLAN 2 пропинговать компьютер, который тоже находится во втором VLAN. Давайте это попробуем сделать. так, не работает, почему-то не работает, почему-то не работает, а? Так, вот, ARP, во-первых, и все. А дальше почему-то по этой связи не идет. Так, почему не работает? Потому что нам вот эта вот связь между двумя свечами нужно пометить как транковую. То есть нам вот эти вот порты нужно перевести в режим транка. Сейчас по умолчанию вот эти вот порты находятся в режиме Аксесс. Мы им не задавали то, чтобы они находились в режиме Аксесс, но по умолчанию вот эти вот порты на обоих свечах находятся в режиме Аксесс. А для того, чтобы можно было передать вот эти вот тегированные Ethernet кадры, вот эта вот связь должна быть в режиме транка. Confter Info03 мы должны сделать команду switch port trunk encapsulation dot1 q и применить ее. Что она будет означать? Она будет означать, что вот этот вот транковый порт будет работать в режиме dot1 q то есть будет использоваться стандарт 802 1 q тут он пишется как dot1 q и вот этот Ethernet кадр полученный от конечного абонента будет модифицироваться согласно вот этому стандарту по инструкциям вот этого стандарта. Дело в том, что до того, как был разработан dot1 q был стандарт ISL сысковский и раньше виланы работали по стандарту ISL там по-другому происходило вот это тегирование поэтому для того чтобы указать с каким стандартом мы работаем мы должны дать вот эту вот команду switchport encapsulation dot1 q здесь она не поддерживается потому что вот эти свечи не умеют работать ни с чем другим кроме как с dot1 q но если это будет какой-то другой свеч реальный который поддерживает ISL то мы должны будем обязательно применять вот эту вот команду здесь ее применять не надо потому что свеч не умеет работать с ISL работы только с одним лишь dot1 q после того как мы сказали в каком режиме будет работать порт мы делаем его транком switchport mod транк то есть у нас был mod access а теперь mod транк теперь на другой стороне нужно сделать то же самое info 03 switchport mod транк инкапсуляцию не указываем потому что здесь это не нужно она по умолчанию так работает в режиме dot1 q по другому просто не умеет так все мы полностью сконфигурировали нашу схему попробуем снова пингануть и видим что теперь от pk0 до pk2 они находятся в одинаковых виланах пинг пошел посмотрим что происходит с пакетами вот был ismp пакет который был вложен в ethernet кадр и вот pk0 формирует совершенно обычный ethernet кадр дальше этот кадр доходит до свеча и поскольку свечи видят что этот кадр пришел из под того порта которому привязан второй вилан он понимает что этот кадр вышел из-под второго вилана значит его нужно протегировать и мы видим что это меняется то был обычный ethernet кадр а теперь ethernet 802.1q и вот в принципе тот самый тег здесь показывается в 16-ти речной записи цифра к2 как раз и означает то что вилан второй и соответственно такой тегированный кадр бежит на вот этот свитч здесь смотрим inbound это в том виде в котором этот свитч получил этот кадр точно в таком же тегирован виде а outbound это то в каком виде свитч выплюнет его на порт и видим что он выплюнет самый обычный не тегированный Ethernet кадр и он доходит до получателя соответственно формируется реплай тоже в чистом виде тут он тегируется по транковому порту отправляется на вот этот свитч и все и все оно работает еще раз о том почему вот эти порты нужно было делать транковыми дело в том что тегированные кадры передаются только по транковым портам тегированный кадр не может быть передан по access порту как раз таки наоборот если свитч тегированный кадр хочет выплюнуть в access порт он его очищает от метки и получается если здесь не транковый а access соединение то есть подвела то есть под пользователя вышел обычный кадр был протегирован свитчем а если тут access то он опять будет очищен придет сюда без метки а без этой метки этот свитч ни на одного из абонентов не выплюнет этот кадр поэтому оно так и работает по транковому порту передаются тегерные кадры кадры с меткой а на access портах они очищаются от этих меток так а что будет если вот этот вот компьютер будет находиться не во втором вилане а скажем в пятом и при этом они будут находиться в одних и тех же подсетях но будет находиться в пятом вилане а это во втором вилане здесь мы сейчас сделаем info 01 switch порт access вилан 5 душу вилан значит 01 мы посадили в пятый вилан пойдет ли пинг то есть будет ли связь в этом случае они же находятся у нас в одних и тех же подсетях значит соответственно работать должно а работать не будет почему вот он на smp пакет который вложен в ethernet кадр ethernet кадр здесь тегируется он вторым виланом и в тегированном виде отправляется на вот этот switch что происходит дальше ничего это уже другой пакет несмотря на то что в кадре который получил вот этот вот switch стоял macadres назначение вот этого компьютера switch посмотрел на метку с которой пришел данный кадр и увидел что вилан то другой вот это вот macadres сидит за пятым виланом а в кадре стоит метка то что она для второго вилана из-под второго вилана для второго вилана в результате чего switch просто отбросил этот кадр то есть для того чтобы передавать данные между компьютерами даже если они находятся в одной и той же канальной среде они должны находиться в одних и тех же виланах info 01 switchport access вилан 2 обратите внимание на тот факт что в этой таблице нам не показаны транковые порты у нас в транковом порту сейчас находится fastethernet 03 его здесь нет вообще вот в этом списке видите нет нигде здесь показываются только порты которые находятся в режиме access а вот для того чтобы посмотреть транковые порты нужно выполнить команду show interface trunk и вот начало этой команды и вот мы видим порт который находится в транковом режиме и указано с какой инкапсуляцией он работает либо 802.1 q либо isl здесь поддерживается только 802.1 q еще один вывод информации о виланах можно сделать следующим образом show interface указываем какой интерфейс мы хотим посмотреть например fa01 если мы выполним такую команду мы увидим уже знакомый нам список когда показывается состояние порта за канальный уровень вот надежность показывается full duplex и различные и так далее а если мы добавим к этой команде дописку switchport то это будет означать что мы хотим вывести информацию состояния порта с точки зрения виланов тогда мы получаем уже новый вывод команды где можно много всего интересного посмотреть ну во-первых показано то что он включен показано то что он находится в состоянии аксесса показана инкапсуляция показана в каком он находится вилане и некоторая другая информация которая пока нам не интересна итак с диагностикой виланов разобрались сделали виланы посмотрели как они работают добавим switch super mega switch так скажем и наша задача значит сейчас протащить тегированные кадры через вот этот транзитный switch чтобы отсюда оно дошло сюда для этого нам конечно же нужно вот эти два порта перевести в состояние транков если он будет в состоянии аксесс то с дегирными метками оно работать не будет оно их будет просто счищать инт фа 0 1 switch порт мод транк и так же инт фа 0 2 это вот этот второй свитч мод транк перелив состояние так ну получается что все транковые порты бери и перекладывай из одного порта в другой порт эти тегированные кадры давайте попробуем опять же пропинговать и посмотреть идет ли пинг опять не работает и так не работает потому что switch будет пропускать через себя только те тегированные кадры о виланах которых он знает допустим вот этот свитч формирует тегированный эзернет кадр он тегирует его вторым виланом он доходит сюда и если вот этот свитч ничего не знает о втором вилане если второй вилан на нем не был создан то он его отбросит он его дальше не пропустит поэтому для того чтобы подобная схема заработала мы должны создать два вот этих вилана но не вешать на порты потому что банковые парты вилана не вешаются а просто в голове у роутера мы должны их создать для того чтобы создать эти виланы достаточно просто дать команду вилан два и выйти все вилан был создан и делаем вилан три и выходим все третий вилан был создан do show вилан итак смотрим вот они были созданы порты к ним никакие не принадлежат здесь точно так же можно было создавать виланы но они у нас были созданы автоматически когда мы их обозначали на интерфейсах помните там было сообщение что вилан не существует но будет создан поскольку вы хотите повесить этот вилан на интерфейс а здесь мы создали их вручную и теперь все у нас будет работать так вот в этой таблице есть номер вилана а есть имя вилана так вот это имя вилана можно поменять для этого мы заходим в вилан номер 2 тут есть некоторая группа команд их тут совсем мало практически нет делаем name и что мы хотим например бух гал гал терра и так переименовали выходим делаем душа у вилан и мы видим что вот этот второй вилан теперь называется бухгалтера то же самое можно делать и с третьим и с четвертым и с пятым эта информация в метках и кадрах никак не передается делается на конкретном свече для более легкой идентификации виланов когда их например не три штуки а пятьдесят и больше сохраним нашу схему это седьмой проект в пакет трейсере назовем его вилан когда нам нужно было перевести порт в режим аксесс мы так и писали заходили на интерфейс switchport mod access когда нам нужно было сделать транк мы писали switchport mod транк это мы вручную указывали тот режим порта в котором мы хотим чтобы он работал однако у циска есть технология автоматического согласования режима работы порт автоматически может начать работать в транковом режиме либо в аксесс режиме протокол это называется DTP dynamic trunk protocol сейчас мы посмотрим табличку в которой мы можем увидеть режимы работы в каком случае какой режим будет согласовываться заходим в материалы технические документации дополнительная документация есть автосогласование типа DTP очень похоже на то что мы смотрели по согласованию дуплекса и скорости интерфейсов по умолчанию на порту свеча включен режим dynamic auto возьмем вот эти два свеча соединяем их то по умолчанию на портах данных свечей включен режим dynamic auto если на обоих портах включен этот режим то с помощью протокола DTP согласуется режим access есть другие режимы есть режим также называется dynamic desirable например вот на вот этом порту мы включим режим dynamic desirable а на другом останется по умолчанию dynamic auto то согласуется trunk режим работы trunk но также мы можем вручную задавать либо trunk режим либо access режим и в зависимости от того что будет на одной стороне и что будет на другой стороне будет согласовываться тот или иной режим работы например если на одной стороне будет trunk а на другой стороне стоит режим access то соединение будет отсутствовать работать не будет как включить режим например режим dynamic desirable либо как включить dynamic auto если мы например ранее там включили trunk вот мы писали мод trunk это мы переводили порт в trunk режим если мы сделаем switch порт мод dynamic и можем указать либо auto это тот режим который работает по умолчанию либо desirable как я уже и сказал по умолчанию порт с коробки находится в состоянии dynamic auto в старых Cisco iOS до 12 версии по умолчанию стал режим dynamic desirable и автоматически согласовывался trunk раньше на старых версиях Cisco iOS когда мы соединяли два свеча автоматически согласовывался trunk на современных же версиях Cisco iOS стоит по умолчанию режим dynamic auto согласуется access зачем нам все это нужно знать дело в том что сейчас в современном мире в условиях реальной организации рекомендуется причем очень достательно рекомендуется выключать автосогласование и вручную устанавливать режим работы либо trunk либо access то есть не пользоваться ни dynamic auto ни dynamic desirable почему рекомендуется отключать автосогласование и вручную устанавливать режим работы предположим что это у нас какая-то организация тут бегает трафик трафик бегает 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 и где-то здесь на вот этом вот свече который обслужит например бухгалтерию заводится злоумышленник к примеру обозначим его ноутбуком и он подключается к свечу и так что происходит здесь по умолчанию на вот этом вот свече стоит режим dynamic auto а злоумышленник ставит у себя режим dynamic desirable что получается в этом случае получается собственно что согласовывается trunk получается что злоумышленник смог согласовать trunk ну что ну согласовал он этот trunk и какая разница сетка же от этого не развалилась не развалилась но одной из функций виланов является защита от снифинга трафика кадр направлен на какой-то вилан выходит только из-под того же самого вилана и этот кадр не выйдет в тот вилан для которого он не предназначен но если этот ранг то по транковому порту передаются все кадры со всех виланов все тегированные кадры передаются если злоумышленник согласует ранг то он может заполучить себе кадры всех виланов и смотреть что это за такая информация которую передают пользователи если бы здесь согласовался не trunk а access то как максимум злоумышленник смог бы засниферить то есть посмотреть эти данные которые передаются максимум одного вилана а если он согласует trunk то он уже может посмотреть данные всех виланов он может получить доступ ко всем виланам что будет крайне плохо если согласуется access что обычно и происходит злоумышленник проводом подключается к какому-то порту а вот этот порт по молчанию сидит в первом вилане пустые пользователи работают в других виланах и в результате злоумышленник вообще не получает никаких данных и не получает вообще доступ к сети если согласуется trunk то соответственно все кадры идут и он их видит так с этим понятно если злоумышленник согласует trunk то будет очень-очень плохо надеюсь все запомнили поэтому автосогласование надо выключать итак как же выключать автосогласование. Для того, чтобы отключить автосогласование, нужно зайти на этот порт, enable confter intf01 и дать команду switchport no-go-shade. Таким образом, согласование будет отключено. Вторым действием, которое нужно сделать после отключения автосогласования, нужно вручную перевести режим работы, либо в trunk, либо в access. В зависимости от того, что нам нужно. У нас этот порт в режим access уже переведен. Итак, можно посмотреть, что у нас будет происходить с протоколом DTP. Смотрите, вот чтобы все отсюда выключить из фильтра, чтобы мы смотрели протокол, пакеты, то есть только для протокола DTP. Нажимаем сюда, все отсюда убирается. Дальше. Дальше выбираем DTP и так смотрим, что у нас происходит. То, что там происходит, нас не интересует. Вот это вот как раз тот самый протокол DTP. Постоянно посылает на соседний switch и пытается установить какой-то режим работы. Вот видите, здесь пакет вот это вот DTP сформировался, отправился туда, так дальше опять сформировался и опять отправился туда. На тех портах, на которых мы автосогласование выключим, вот этот пакет DTP формироваться не будет. Но это не пакет, а кадр. Так, да, у него нет type-адреса, это просто кадр. Это кадр, причем бродкастовый. И если мы сейчас на всех портах выключим автосогласование командой None и GoShade, DTP больше посылаться никуда не будет. И получается, что если опять-таки у нас появляется злоумышленник, а свободные порты вручную зафиксированы в режим аксесса и при этом выключено автосогласование, то как бы злоумышленник не посылал бы вот эти вот DTP кадры, пытаясь согласовать транк вот этому свечу, это будет абсолютно неважно. Он просто будет откидывать эти DTP кадры и будет говорить о том, что я работаю в аксессе. Кстати, если мы вручную перейдем порт в аксесс, не выключая при этом автосогласование, все равно нельзя будет установить с транк. Если мы вручную не переведемся в аксесс и с нами будет пытаться установить транк, это все равно не получится. Возникает другой вопрос. А что мешает вот этому злоумышленнику взять и от этого свеча просто себе переткнуть вот этот вот провод? Ему помешает это сделать то, что это свеч уровня распределения и он, допустим, находится в серверной, которая закрыта на ключ. Он не может просто так получить физический доступ к этому свечу и переткнуть вот этот вот кабель. А вот когда мы говорим про такой вот аксесс свеч, который обслуживает каких-то конечных абонентов, то несмотря на то, что этот свеч также может находиться в серверной, от него идут провода к розеткам. Розетки уже находятся в офисе бухгалтерии, поэтому он берет и втыкает свой кабель к розетке, к сетевой вот этой вот розетке и, соответственно, втыкается в свеч. А к этому свечу уже такого доступа нету, потому что здесь уже нет никаких розеток, в него уже втыкаются другие свечи и происходит это, допустим, уже в какой-то серверной, в каком-то серверном шкафу, запертым на ключ, либо в закрытой серверной. Это уже не так просто. Если мы зайдем на какой-то свеч, enable confter, enable confter и посмотрим информацию о каком-то порте с точки зрения виланов, showint fa01, switchport, то здесь мы как раз и можем посмотреть вот это вот состояние автосогласования и в каком режиме по факту работает порт. Первая строка это administrative mode. Это то, как системный администратор сказал работать данному порту. Вот администратор пришел и сказал, ты должен работать в режиме access. И вот нам показывает, что данный порт был установлен в режим работы access. А operational mode это то, как по факту в данный момент работает порт. То есть, если мы задали static access, то operational mode тоже будет работать в таком же режиме static access, статический access. А если вот administrative mode сделать, например, dynamic auto, либо dynamic desirable, которое автосогласование, уже так просто будет непонятно, в каком режиме по факту работает порт. И вот в этом случае operational mode мы сможем посмотреть, в каком режиме по факту работает порт. То же самое и с encapsulation. Первая строка нам показывает то, как администратор в каком режиме сказал работать данному порту. Также интересная строка здесь negotiation of trunking. То есть, сейчас оно выключено. Потому что здесь, на этом порту я писал команду switchport no negotiate. И то есть, автоматическое согласование здесь выключено. Здесь эту команду я не писал, поэтому... И если бы я эту команду не писал, тут бы стоял режим on, то есть включено. Ну, в принципе, все. Дальнейшая информация особо не представляет для нас интереса. Разве что native vlan, который мы чуть позже будем изучать. А также voice vlan. Об этом чуть позже. Итак, переходим к следующей теме. Мы уже спокойно пинговали с этого компьютера вот этот компьютер. Давайте, на самом деле, уже условимся, как мы будем называть. Потому что, если мы говорим про пинг, посылается пакет. Но пакет этот, он вложен в кадр. И вот не совсем понятно, что когда использовать. Когда мы говорим с точки зрения канального уровня, мы говорим про кадры. Если мы говорим с точки зрения сетевого уровня, то мы говорим пакет. Пусть будет кадр. Кадр сюда приходит. Давайте еще раз пропингуем. Получается, что мы можем из компьютера одного vlan пинговать компьютер в точно таком же vlan, но на другом свече. А если мы захотим пингануть из второго vlan, например, вот третий vlan. Получится ли у нас такое сделать? Давайте попробуем. Из vlan 2 пингуем vlan 3. Не получается. Независимо от того, есть у нас vlan, нет у нас vlan. Для того, чтобы получать доступ между подсетями, чтобы подсети могли друг с другом общаться, нам нужен роутер. Но здесь вся ситуация усложняется vlan. Как я уже вам показывал, существует проблема, при которой у роутера ограниченное количество портов. И получается, что для каждой подсети нам нужно делать отдельный интерфейс с адресом основного шлюза. Итак, нам нужно выполнить пинг из первой подсети во вторую подсеть. Нам нужен роутер. Мы делаем роутер. Соединяем. Ну, у этого компьютера должен быть свой адрес, а у этого свой IP-адрес основного шлюза. Была бы третья подсеть, к примеру, четвертый vlan, нам нужен был бы еще один IP-адрес основного шлюза. Что ж, теперь тащить несколько проводов, а есть 50 подсетей. Что, 50 проводов-то нам тащить? Нет. Вот как раз вот для того, чтобы решить вот эту вот проблему, с подсетями и основным шлюзом тоже работают vlan. Когда у нас есть не просто две разных подсети, а это еще и vlan. vlan 2 vlan 3 то нам нужен только один физический интерфейс и только один кабель. На вот этом вот роутере, здесь, мы делаем несколько логических интерфейсов. И каждый логический интерфейс будет обслуживать свою подсеть. Но зачем опять нужны такие дела? Зачем нужны vlan? А vlan нужны для того, чтобы все в пределах одного кабеля разделить на вот эти вот подсети. Благодаря тому, что трафик от каждой подсети тегируется и приходит на виртуальный субинтерфейс роутера, роутер начинает с помощью этих тегов понимать, к какому субинтерфейсу относится тот или иной кадр. Сейчас вы это все поймете на практике. Итак, начнем с того, что каждому компьютеру подсети нужен свой основной шлюз, уникальный для конкретной подсети. Для первой подсети основной шлюз будет 192.168.1.1, а для второй будет 192.168.2.1. Два API-шника на интерфейс мы повесить не можем. Интерфейс только один, провод тоже только один. Как быть? Нужно сделать субинтерфейс, то есть в одном физическом интерфейсе будет несколько логических интерфейсов. В данном случае два. Confter. Enable. Confter. Как сделать логический субинтерфейс? Intfa.0.1 Но не просто intfa.0.1, а ставим точку и пишем номер субинтерфейса, который мы хотим создать. Например, у нас второй VLAN. Пускай номер субинтерфейса будет второй. И видите, config.sub.if Обычно бывает config.church.if, а теперь config.sub.inv То есть конфигурируется с субинтерфейс. И дальше работа идет точно так же, как с обычным интерфейсом. Нам нужно чисто повесить на субинтерфейс IP-адрес. Но просто так это сделать не получится. Давайте попробуем. IP-add. 7268.1.1. 2.5.5.2.5.5. Не получается. Нам какие-то сообщения выдаются. Дело в том, что для субинтерфейса мы должны указать, с каким тегом, проще говоря, с каким VLAN он будет работать. Потому что с помощью вот этих вот тегов он и сможет различать, какой трафик из-под какой сети для какого субинтерфейса предназначается. Команда будет encapsulation. Смотрим, что тут есть. Тут есть .1.q. И указываем номер VLAN. Тот номер VLAN, который будет обращаться к этому основному шлюзу. К основному шлюзу 1.1. И, соответственно, к этому субинтерфейсу, на котором будет висеть этот IP-адрес, будут обращаться пользователи из второго VLAN. Значит, 2. И вот после того, как мы это сделали, мы уже можем повесить IP-адрес 192.168.1.1. И маска. Все. Выход. Дальше. Дальше делаем еще один субинтерфейс для второй подсети. Intfa01. Точка 3. Опять же, номер субинтерфейса. Не обязательно должен совпадать с номером VLAN. Это просто для удобства, чтобы визуально видели, что если второй субинтерфейс, значит он обслуживает второй VLAN. Но так это не обязательно. Энкапсилейшн .1q.3, то есть третий VLAN будет обслуживаться. IP-адрес. 12.168.2.1. Маска под сети. После этого нам нужно включить физический интерфейс. Он же у нас выключен. Intfa01. No shot. IP-адрес на физический интерфейс вешать не надо. Достаточно того, что мы повесили IP-адреса на субинтерфейс. Так, ну, почему-то я не вижу, чтобы он у нас включился. Do show IP int brief. Что у нас с интерфейсами? Мы видим, что у нас, в принципе, субинтерфейса находится в состоянии up, но канальный протокол не работает. То есть он в состоянии down. Сразу скажу, такого быть не должно. Оно должно работать. Давайте передернем. Ой, что же мы наделали-то? Видите, потому что подключил меня к физическому 0.0. А мы делали-то 0.1. Так, вот теперь заработал. Пропишем на эти компьютеры основные шлюзы, которые мы сделали. Так. Основной шлюз для второго VLAN у нас 1.1. Здесь и тут тоже такой же. Так, а вот для третьего у нас gateway будет 2.1. У нас получилось не очень хорошо. У нас получилось, что VLAN второй, а подсеть первая. То есть это визуально не очень удобно, но при обучении может так и лучше понимать. И так сделали. Работать оно еще пока не будет, потому что мы должны тут включить транк. Мы должны вот это вот fastethernet 0.4 перевести в транковый режим. Для того, чтобы по вот этому транковому порту на роутер передавались все тегированные метки. Потому что если мы так и оставим в режиме аксесса, все эти метки с кадрами будут срезаться. И роутер не сможет понять, какой трафик принадлежит для вот этого субинтерфейса, а какой его для этого. Энэйбл конфтер, интфа 4.0, свитч порт, фа 0.4, свитч порт мода транк. И хорошим тоном свитч порт нон глушейд. Подождем, пока оно заработает. Скоро мы уже с вами узнаем, почему оно какое-то время находится в неактивном состоянии. Так, и вот теперь уже попытаемся пропинговать третий вилан. Напоминаю, ранее у нас это не получалось. Заработало. Мы организовали интер-вилан роутинг. А вот эта вот конфигурация называется роутер on a stick. Роутер на палочке. Как раз похожи роутер и палочек. Роутер с субинтерфейсами, подключен одним проводом, который выполняет интер-вилан роутинг. То есть роутинг между виланами называется роутер на палочке. Можно посмотреть, как бегают у нас кадры. Так, я бы выключал все фильтры. Нам нужен ICMP. Вот он пошел. Пошел сначала на роутер, правильно? Мы же основной шлюз там указали. А он хочет добраться до компьютера, который в другой подсети. Значит, он отправляет на основной шлюз. Все правильно. Правильно. Сюда пришел. И уже пошел обратно. На компьютер назначения. Сюда он тоже пошел. Потому что здесь тоже третий вилан. А вот это вот уже ответ. Пошел. Пришел ответ. Если детально разобрать, что происходит. Попробуем еще раз. Вот обычный Ethernet кадр. Здесь он тегируется. Но вот этот вот роутер. Он тоже будет передан в тегированном виде. Вот мы видим, что он в тегированном виде поступает на роутер. На роутере его ловит субинтерфейс. Вот этот вот. Вот этот вот субинтерфейс его ловит. ловит этот пакет. Почему он его ловит? Потому что мы написали encapsulation.1q2. Поэтому он его ловит и обрабатывает. И потом передается уже дальше. Помните, мы вот этот вот второй вилан поменяли на пятый вилан. но были они в одной и той же подсети. И мы выяснили, что если тегированный кадр предназначенный для второго вилана попадает на вот этот вот свитч, то свитч кадр, протегированный как второй, на пятый вилан никогда не выпустит. Как же тогда так получается, что из второго вилана мы все-таки переходим в третий вилан? А дело в том, что роутер сам умеет перебивать метку. И когда к нему приходит тегированный кадр из-под второго вилана, и он хочет отправить этот кадр на третий вилан, роутер перебивает метку на третий вилан. И когда этот кадр уже с перебитой меткой доходит сюда, этот кадр спокойно попадает на конечный узел. Посмотрим этот процесс. Вот этот ICMP пошел. Так. Вот он пришел на роутер. Мы видим, что во входящем кадре он был из-под второго вилана. А выходящий кадр уже предназначается для третьего вилана. То есть метка перебивается. И все прекрасно работает. Точно так же мы можем выйти в интернет. Ничего нам не помешает выйти в интернет. Допустим, тут IP. Это у нас будет FAST00. ИнтФА00. ИнтФА00. IP ADD. 215.215.215.1. Итак, шлюз. Так, любой компьютер сможет выполнить не только интервилан роутинг, но и сможет добраться в интернет. Почему мы на роутере не прописывали никакие маршруты? Потому что все сети, включая субинтерфейс, для роутера connected. А маршрутизация по умолчанию выполняется между connected сетками без описания каких-либо маршрутов. Душа у IP root старая знакомая. И вот все вот эти сети они connected. маршрутизация между connected сетями выполняется беспрепятственно. Никакие дополнительные маршруты прописывать не надо. Итак, вот это была конфигурация роутер на палочке. Роутер Anastick. Существует еще один способ сделать маршрутизацию между виланами. С помощью свеча. Оказывается, свитч можно превратить в роутер и свитч будет подобно роутеру выполнять маршрутизацию. Вот этот вот свитч, конкретно вот эта модель свитча, не может выступать в роли роутера и не может нам обеспечить роутинг, между виланами, потому что он не поддерживает роутинг. Однако есть специальные свитчи, которые поддерживают роутинг. Называется такой свитч, Multi-Layer Switch или другое название L3 Switch. То есть это такой свитч, который полноценно может работать с третьим уровнем модели OSI. То есть может работать с IP-пакетами. Вот у такого свитча как раз есть роутерный режим. Он в себе совмещает и роутер, и свитч. Таким вот образом, абсолютно точно так же, как и на обычном свитче, мы должны, во-первых, создать все виланы, которые через него будут проходить, но во-вторых, нам нужно установить транковый режим на этих портах. Внутри он по внешнему виду ничем не отличается от обычного свитча. По командам все то же самое. Суть кроется в недрах, так скажем, данного свитча, его отличие от обычного L2 свитча. Вот тот свитч, который был, это был L2 свитч, он умеет работать только с кадрами. А это Multi-Layer Switch, L3 свитч. Он еще и с IP-пакетами может работать и не просто с ними работать, а еще и роутинг выполнять, маршрутизацию. Также он поддерживает протоколы динамической маршрутизации. OSPF можно запустить и GRP на нем можно запустить. Confter Intfa01 Switchport ModTrank Вот видите? А тут он не дает включить порт в транковый режим. Почему? Потому что кроме 802.1Q он еще и поддерживает ISL. Поэтому здесь нужно указать эту команду. Switchport Trunk Encapsulation Видимо не поддерживает он тут ISL, но все равно требует указания режима инкапсуляции DOT1Q Так, и вот теперь мы можем с вами сделать то же самое с Intfa02 если я не ошибаюсь. Да? Так, в транковый режим перевели. Еще я забыл. Switchport Non-Engashade Info Switchport Non-Engashade Для хорошего тона. Теперь делаем VLAN VLAN 2 и VLAN 3 VLAN 2 сделали. Теперь он будет их через себя таскать. И теперь нам нужно как-то повесить на него IP-адреса основных шлюзов. Так, у нас был 102-168-1-1 и 102-168-2-1. Как на такой Switch повесить IP-адреса? Никакие субинтерфейсы здесь делать не нужно. Здесь нужно сделать другие интерфейсы, которые называются виртуальные SVI интерфейсы. Как они делаются? Мы даем команду Interface VLAN 2 Допустим. Мы сейчас сделали виртуальный SVI интерфейс, который называется VLAN 2. Обратите внимание, что когда мы просто создавали VLAN-ы, мы просто писали VLAN 2 и нажимали на Enter. В результате у нас создавался VLAN. А когда мы пишем сначала Interface а потом VLAN 2, то создается не VLAN, а виртуальный SVI интерфейс. Вот в чем коренная разница. Никакую инкапсуляцию здесь писать не надо. Важно, чтобы номер виртуального интерфейса, который вы создаете, совпадал с номером VLAN, который будет обслуживать. вот в роутере на палочке это было не важно, номер субинтерфейса был не важен, потому что там потом мы с помощью команды encapsulation.1.q это делали. А здесь это важно. Здесь важно, чтобы номер интерфейса совпадал с номером VLAN, который он будет обслуживать. И вешаем на него IP-адрес 72.168.1.1 и маска под сети. Дальше. Делаем еще один виртуальный интерфейс, который будет обслуживать третий VLAN int VLAN3 IP-адрес 2.168.2.1 маска под сети. Теперь мы можем сделать show IP интерфейс brief и посмотреть какие у нас есть VLAN-интерфейсы. Здесь у нас куча интерфейсов, которые физически есть на этом свитче. И вот они. Два интерфейса, которые мы создали. Первый сви-интерфейс создается автоматически, но по умолчанию он выключен и не используется. Обратите ваше внимание на то, что, во-первых, после создания виртуального интерфейса он автоматически находится в состоянии апп. Его включать командой no shutdown не нужно, но если нам нужно, мы можем его выключить командой shutdown. Также особое внимание нужно обращать на колонку протокол. Важно, чтобы созданный нами виртуальный интерфейс находился в состоянии апп. А в каких случаях он может находиться в состоянии down? В состоянии down виртуальный интерфейс может находиться, если на самом свитче не был создан VLAN. Если на свитче VLAN не создан, второй вот этот VLAN, то виртуальный интерфейс будет находиться в состоянии down. И если нет транкового порта, по которому можно было бы получить тегированный Ethernet кадр со вторым VLAN, он тоже бы находился в состоянии down. Так, сейчас мы VLAN предварительно создали, при этом у нас есть ранг, который находится в состоянии апп. Ничего не мешает нам посмотреть таблицу маршрутизации на свитче show ip раунд. Все равно что роутер. Но сейчас почему-то в этой таблице ничего нет. Почему? Потому что нужно включить функцию роутинга на свитче. Включается она из конфигурационного режима командой ip routing. И после этого, если мы еще раз выполним команду, напишем do show ip route, то мы уже увидим полноценную таблицу маршрутизации, которую мы видели на роутерах. Виртуальный сви интерфейс, который мы создали для свитча, являются connected сетками. И уже теперь мы можем выполнять интер вилан роутинг. Из второго вилана обращаться к третьему вилану. Просто два запроса было потеряно. Так, происходит все то же самое. Виртуальный интерфейс вилан 2 ловит кадры с меткой второго вилана. Выполняется маршрутизация. Потом метка перебивается на третий вилан. И выплевывается в эту сторону и попадает на третий вилан. Потом свитч из-под третьего вилана получает кадр. Опять перебивает метку. и выплевывает физический интерфейс. У нас еще есть некий выход в интернет. Так называемый условный интернет. Вот этот интернет мы должны подключать к какому-то физическому порту. Так. Подключили. Как нам повесить IP-адрес? Можно было бы попробовать сделать еще один виртуальный SVI интерфейс. Но такой виртуальный SVI интерфейс ждет тегированный кадр. А интернет нам не может посылать такой кадр. Поэтому надо придумать что-то еще. Можно повесить IP-адрес, который будет для этого сервера основным шлюзом на интерфейс. Info03. вешаем IP-адрес 215.1 маска подсети и опять что-то у нас не выходит. Не хочет IP-адрес вешаться на интерфейс. А что же тогда делать? А посмотрим вообще какие команды есть у нас. IP есть команда IP только DHCP а слова адрес нету. Почему? Потому что на свечевом порте не может висеть IP. Нам нужно свечевый порт перевести в роутерный порт. В роутерный режим. По умолчанию на мультилейер L3 свече все порты свечевые. Мы в таком свече можем перевести его в роутерный режим и тогда вот этот вот порт будет работать как роутерный. То есть он будет IP-пакет из одной канальной среды перекладывать в другую канальную среду. А свечевые порты что они делают? Они доставляют трафик только в пределах одной канальной среды. Свечи перекладывают только кадры из одного порта в другой порт. Тоже свечевый. А роутеры перекладывают из одной канальной среды в другую. Вот для того чтобы вот этот порт мог работать с разными канальными средами мы должны перевести его в роутерный режим. Как же это сделать? Нужно дать команду no switch port. И когда мы сделали такую команду теперь мы можем спокойно написать IP-адрес указываем IP-адрес и маску под сети. И так все это все что требовалось. Теперь мы можем взять из любого компьютера пингануть интернет. Все работает. На самом деле к такому мультилейер свечу скорее всего это будет distribution свеч. Об этом мы детально будем говорить позже. Никто вот так напрямую интернет не подключает. Мультилейер свечи хоть они и поддерживают роутинг но они не предназначены для того чтобы через них выходили в интернет. Это немножко отдельная тема о нем поговорим чуть позже. Однако функция такая есть. Мы смогли выйти в интернет. Давайте еще раз разберем чем же вот такой свеч отличается от вот такого мощного свеча мультилейер свеча. Если мы зайдем на вот этот свеч и попробуем выполнить команду ip routing для того чтобы вот этот свеч начал маршрутизировать не получается такую команду он просто не понимает в то время как точно такая же команда вполне себе применилась на мультилейер свече l3 и отработало. Если мы попробуем выполнить команду show ip root опять же такая команда просто не понимается. Если мы попробуем какой-то порт перевести в роутерный режим no switch port так что она еще хочет в общем в чистом виде такая команда тоже не применяется. То есть это самый обычный l2 switch который умеет работать только с кадрами занимается только чистой коммутацией а этот уже l3 в общем он может выполнить маршрутизацию на этот switch вместе с кадром тоже приходят ip пакеты но он не может этот ip пакет развернуть и что-то посмотреть он просто как бы ориентируется на ethernet заголовок и работает только с mac адресами а вот этот товарищ работает не только с mac адресами но и с ip адресами на самом деле существует некоторая путаница между l2 и l3 свечами традиционно l2 switch это switch который не умеет выполнять маршрутизацию а l3 switch это switch который умеет выполнять маршрутизацию но в некоторых случаях вот этот switch тоже можно называть как l3 почему потому что вот этот switch хоть и не может выполнять маршрутизацию но он каким-то образом может работать с ip пакетами например на него можно повесить фильтрующий порт access list и он будет смотреть что написано в ip заголовке смотреть какие там ip адреса и принимать решение о том можно ли пропускать данный пакет дальше или нельзя вот из-за того что он все-таки может выполнить какие-то базовые вещи с ip с ip пакетами его тоже можно назвать l3 но поскольку он с ip пакетами работает только базово он не может их полноценно машетизировать поэтому все-таки он называется l2 плюс почему плюс потому что он базово все-таки может работать с ip пакетами проводить какой-то анализ но машетизацию он выполнять не может а вот это называется l3 потому что он полноценно выполняет машетизацию и полноценно работает с ip пакетами то есть если вы пойдете в магазин и купите самый простенький свитч dlink там например на 4 на 8 портов за 500 рублей вот это будет чистый l2 свитч он вообще с ip пакетами не работает он работает чисто с кадрами вот тут циски например свитчи они в основном все l2 плюс потому что они как-то базово могут работать с ip пакетами l3 называется такой свитч который полностью поддерживает работу с ip пакетами в том числе и роутинг то есть еще раз обычный l2 вообще никак не работает с ip пакетами l2 плюс базово работает с ip пакетами и не выполняет маршрутизацию и l3 который полноценно работает с ip пакетами и выполняет маршрутизацию ну вот это вот l2 плюс это неофициальная классификация так скажем в магазине будет написано тут просто l2 значит он не выполняет маршрутизацию а может он работать с ip пакетами хоть как-то или вообще никак не может это уже надо будет смотреть техническую документацию к этому устройству и так с интер вилан роутингом разобрались я думаю что понятно если мы из второго вилана обращаемся во второй вилан то мы не используем услуги никакого роутера потому что мы работаем в одной и той же подсети работает чисто коммутация и чисто свитч а если нам нужно например с второго вилана обратиться в другой какой-то вилан который находится в другой подсети то мы прибегаем к услугам роутера либо роутер на палочке либо встроенный роутер свитч поговорим о нейтив вилане что это такое зачем оно нужно и как с ним бороться обычно у нас порт коммутатора подключен к какому-то вилану мы повесили вот здесь вот на него второй вилан все кадры которые свитч получает по этому порту он тегирует их меткой второго вилана и по транковому порту в тегированном виде отправляет на другие свитчи даже если нам нужно отправить допустим здесь второй вилан и здесь второй вилан а внутри в голове свитча кадр все равно будет сначала протегирован пройдет через так скажем голову свитча а потом уже выйдет через второй аксесс порт в очищенном виде но мы же можем сделать такой вилан который не будет тегироваться то есть мы подключим какого-то абонента сделаем какой-то вилан и кадр такого вилана тегироваться никак не будут они будут проходить под ранку без наложения тега вот такой вилан который не будет тегироваться называется native вилан сделано для того что к примеру у вас какая-то организация в ней работает пользователь соответственно все пользователи сидят в каких-то своих виланах и приходит просто какой-то сторонний человек какой-то гость либо какой-то аутсорсер пришел в вашу компанию и вот чтобы не заморачиваться в какой вилан его сажать он просто подключается к порту и у него допустим есть доступ в интернет по умолчанию native виланом то есть виланом кадры из-под которого не тегируются по умолчанию это первый вилан как вы помните первый вилан по умолчанию назначен на все порты коммутатора мы сейчас в этом можем убедиться если добавим еще один компьютер мы делаем допустим какой-то компьютер который у нас в третьей под сети и это у нас будет вилан первый как только мы подключаем данные компьютер к сети он автоматически попадает в первый вилан потому что первый вилан назначен на все интерфейсы коммутатора по умолчанию сюда тоже поставим компьютер здесь тоже первый вилан стоим с 268 3.3 повесим айпишники на него он тоже по умолчанию попадает в первый вилан первый вилан разрешен и автоматически создан на всех устройствах оказывается мы уже работали с виланами но про это мы не знали там всегда компьютеры которые мы подключили попадали в первый вилан и с помощью технологии native вилан обеспечивали связь то есть метка на первый вилан не проставляется потому что native и вот посмотрим как работает данная схема если мы с вами с какого-то нормального вилан начнем обращаться с с компьютером вот этим например пинг 126.8.1.3 то мы увидим что этот свитч на кадр проставляет метку и с этой меткой он уже доходит до второго вилана и перед тем как пойти на access port здесь она эта метка счищается а вот если мы начинаем с первого вилана выполнять пинг 172.168.3.3 оно тоже работает но если посмотреть структуру кадра то как видно идет обычный Ethernet метка не ставится потому что первый вилан является native виланом на native вилан метка не ставится вот он проходит и обратно и обратно уже никакие метки не проставляются мы можем поменять native вилан сказать что этот вилан будет каким-то другим для этого нужно зайти на интерфейс коммутатора int а сейчас intf0.3 switchport rank native вилан 50 вот значит даем команду switchport rank native вилан 50 и в этом случае мы этому коммутатору вот говорим что метки не надо проставлять на Ethernet кадры если ты получаешь Ethernet кадр из под 50 вилана таким образом данные 50 вилана тегироваться не будут но мы сразу же получаем диагностическое сообщение о том что что идет не совпадение номеров native вилана между вот этим портом и вот этим портом то есть тут то мы сделали 50 native вилан а тут мы не сделали данное диагностическое сообщение присылает нам протокол cdp который мы будем позже изучать это небольшой маленький протокольчик автообнаружение систем оборудования циска который еще вот такие сообщения может выводить то же самое нужно сделать и здесь тоже если мы этого не сделаем то работать оно не будет switchport ranknative вилан 50 то же самое нужно сделать и здесь тоже теперь что получается мы поменяли native вилан теперь native вилан не первый а 50 компьютеры по умолчанию при подключении попадают в первый вилан но native вилан уже не первый поэтому если мы будем пинговать опять же первый первый вилан то то мы увидим что теперь первый вилан тегируется тегируется меткой первого вилана почему потому что не тегируется только native вилан а native у нас 50 если мы сделаем еще один вилан 50 то данные такого вилана тегироваться не будут а данные вот этого первого вилана теперь тегируются потому что не тегируется только native вилан native виланы ни в коем случае в организации использовать нельзя и от этого механизма нужно избавляться вот в ASL стандарте native виланов нету в 802.1Q они есть и мы должны от них избавляться с ними бороться и почему же с ними нужно бороться потому что существует такой класс атак который называется атака на native вилан что у нас происходит задача виланов какая уменьшение вот этих вот широковещательных сообщений уменьшение размера широковещательного домена и вторая функция это безопасность у нас не может вилан второй просто так попасть вилан третий он туда может попасть через роутер только если это разрешено мы там ничего не запрещали по умолчанию поэтому второй вилан нас мог попадать в третий потому что у нас есть роутер но смотрите ситуацию я например злоумышленник я думаю вот в этом вот третьем вилане находится сервер какой-то корпоративный сервер с какой-то потенциальной информацией я злоумышленник у меня вот есть ноутбук я пробрался в организацию а часто в действительно крупных компаниях где серьезная конкуренция конкурент со знанием сетевых технологий под видом обычного сотрудника устраивается якобы работать в компанию и вот он якобы там работает а про между прочим пытается получить доступ к сетевым ресурсам компании так вот я злоумышленник я устраиваюсь работать в эту компанию и хочу получить какие-то данные здесь сервер он находится в третьем вилане я беру и подключаюсь к свечу если бы не было никаких виланов для того чтобы получить доступ к этому серверу мне всего лишь нужно было бы настроить IP адрес из той же подсети в которой находится этот сервер поэтому я просто беру и прописываю IP адрес из той же подсети и по сути своей все если бы не было никаких виланов я мог бы взять и получить доступ к этому серверу потому что мы с ним находимся в одной канальной среде в одном широковещательном домене нам даже не нужны никакие роутеры и все допустим я из кабинета менеджера получил доступ к серверу но когда есть виланы и вот этот вот компьютер находится в третьем вилане а я по умолчанию попадаю в первый вилан если администратор не придет и не скажет что я буду находиться как злоумышленник в третьем вилане то по умолчанию я попадаю в первый вилан в результате чего из первого вилана даже если я сделаю IP адрес из той же самой подсети что и сервер сервер у нас в третьем вилане а я в первом поэтому я не смогу никак получить доступ к этому серверу посадить себя в третий вилан я тоже не могу потому что наоборот у меня циск стоит пароль ну в реальной организации и вот этот свитч физически вообще может находиться в серверном шкафу закрытым на ключ то есть если я злоумышленник я не могу получить доступ к железке и посадить себя в третий вилан и вот таким образом виланы и обеспечивают безопасность то есть даже если первый вилан является native виланом если даже на него не ставятся метки если не тегированный эзернет кадр выпущенный из-под первого вилана попытается броситься в третий вилан вот этот вот товарищ не пропустит на третий вилан не тегированный кадр он пропустит только тот кадр который тегирован третьим виланом так вот но здесь есть один подвох есть некая атака на native вилан предположим что по умолчанию когда мы достали свитч Посадили, сделали пользовательские виланы И больше ничего не делали Не делали native виланы, не меняли вилан по умолчанию По умолчанию вилан первый Получается, что первый вилан является native Мы помним, что на native вилан метки не устанавливаются Но есть так называемый double taking вилан То есть вилан довойного тегирования Два раза протегированный вилан То есть на самом деле метка первого вилана в какой-то мере проставляется Но когда она доходит до native вилана, она счищается Есть вот эта вот атака на native вилан С помощью двойного тегирования В этом случае зломышленник с помощью специального программного обеспечения Может сформировать дважды тегированный Ethernet кадр Первая метка будет метка native вилана В нашем случае это первый вилан А вторая метка будет метка третьего вилана Куда этот зломышленник хочет попасть Что получится в итоге? Вот этот коммутатор получит вот этот дважды тегированный Ethernet кадр Там будет две метки Одна метка native вилана Вторая метка вилана, в которую он хочет попасть И при прохождении через ранг первая метка будет счищена, поскольку это Native VLAN. А Native VLAN первую метку счищает, а вторая метка останется. И в результате такой кадр уже тегерный третьим VLAN попадет на вот этот сервер. И злоумышленник все-таки сможет попасть на компьютер своей жертвы и получить доступ к нашему корпоративному серверу. То есть еще раз, мы знаем, что на Native VLAN метка счищается. По умолчанию Native VLAN является первый VLAN. И при этом сам злоумышленник, когда подключается к этому свитчу, по умолчанию он попадает в первый Native VLAN. Получается, что с помощью специального программного обеспечения он формирует дважды тегерный Ethernet кадр. Кадр доходит до транка, свитч счищает первую метку Native VLAN, а вторая метка третьего VLAN остается. И спокойно проходит через все сетевое оборудование, никто ничего не подозревает и получает доступ к серверу. Поэтому для того, чтобы предотвратить такую атаку, нужно делать несколько важных вещей. Во-первых, на транках нужно устанавливать неиспользуемый Native VLAN, который нигде не создан на свитчах и который не привязан к каким-то конечным узлам. В нашем случае мы с вами посадили в 50-й VLAN. 50-го VLAN нигде нету. Его нету ни в базе данных, ни одного из свитчей. И также он не назначен ни на один из портов. Поэтому мы назначили в качестве Native VLAN несуществующий VLAN. В этот Native VLAN, который мы сделали, никак невозможно попасть. Поэтому фактически мы не используем Native VLAN. Он как бы есть, но он использован быть не может. Потому что ни на одном из портов нету 50-го VLAN. Второе, что нужно делать, нужно для транка прописывать те VLAN, с которыми ему разрешено работать. Конечно же, Native VLAN мы там указывать не будем. Делается это следующим образом. Enable Confter. Int Fan 03. SwitchPort, Trunk, Allowed, VLAN. То есть, SwitchPort, Trunk, разрешенный VLAN. И через запятую перечисляем VLAN, которые мы разрешаем протаскивать по транку. Есть различные параметры. Делаем так. У нас есть второй, значит. Ему разрешаем и третий. Если VLAN много, мы хотим их разрешить. Например, со второго по десятый. То вот так вот перечислять, это будет утомительно. Поэтому сделаем со второго по десятый вот таким образом. Теперь смотрите. Если мы написали какие-то разрешенные VLAN, а потом решили добавить, что мы еще какой-то разрешаем. Восьмой, к примеру. Что у нас получится в этом случае? DoShow runningConfig. Мы видим, что разрешен только восьмой VLAN. Несмотря на то, что мы разрешили 2,3, потом разрешили со второго по десятый, потом только восьмой, у нас в итоге разрешился только восьмой. Почему? Потому что вот эта вот команда заменяет предыдущую запись. Она не добавляет, а именно заменяет ее. Это как IP-адресный интерфейс. Мы написали один IP-адрес, потом написали другой IP-адрес. А старый IP-адрес, соответственно, был удален. Потому что не может два IP-адреса находиться на интерфейсе. Здесь то же самое. Новая строка старой записи затирает. А вот для того, чтобы не затереть и добавить, нам нужно дописать added. Add. Add, допустим, 5. И вот теперь, если мы посмотрим, и вот, после того, как мы сделали, был добавлен пятый тоже. Вилан. Теперь только указанные вот эти Виланы разрешены к пропуску по транковому порту. Даже если мы сделаем какой-то 30-й Вилан, даже если он будет у нас в базе, по транку он дальше не пройдет. Пятый Вилан работать не будет. Мы перечисляем только те Виланы, которые мы разрешаем, а на эти Вилан не указываем. Потому что мы его не разрешаем. Получается, что мало того, что в 50-й Вилан попасть никак невозможно, потому что он просто нигде не существует, так еще он не разрешен на транке. И третьим действием для обеспечения безопасности Виланов мы должны все неиспользуемые порты перевести в какой-нибудь другой Вилан и выключить эти порты. У нас портов много. По умолчанию, они находятся в первом Вилане. Вот они. Первый Вилан, дефолт. Их много. Если мы будем сейчас каждый порт сажать в другой Вилан, то мы просто сойдем с ума. Потому что это 24-портовый свитч. Бывают 48-портовые свитчи. Бывают стекируемые свитчи. Там будет еще больше портов. Поэтому это неудобно. У нас свободные порты с 4-го по 24-й. И мы можем конфигурировать сразу пачку портов. Для этого в режиме конфигурации пишем интерфейс. Обычно мы писали FAA03. А теперь пишем интерфейс range. То есть группа портов. У нас Fast Ethernet. Интерфейс Number. Нам нужен 0.4 по 24-й. И мы попадаем в range-портов. И теперь мы можем все эти порты посадить в другой Вилан. Обратите внимание на то, что здесь мы пишем первое 0. Что такое 0? 0 это 0 это номер модуля. Почему интерфейс называется 0.4, 0.5, 0.6, 0.7? Потому что первое это номер модуля. А вторая цифра это номер порта. У нас может быть свитч, в котором будет несколько модулей. И в каждом модуле будет какая-то пачка портов. Do show int brief Show ip int brief Вот тут видите? Видите тут Fast Ethernet номер модуля 8 А номер порта 1 Если бы в этом модуле было несколько портов Увы, было бы 8.2 8.3 и так далее А второй модуль просто Ethernet имеет номер модуля 9 И то же самое пачка портов Тут по сути свои то же самое Но здесь только один модуль Нулевой номер И вот мы указываем Номер модуля, которому мы хотим И пачку портов в этом модуле От 4 до 24 порта Сразу конфигурируем группу портов И пишем SwitchPortModAccess То есть жестко переводим его в режим Аксесса Чтобы с нами не могли соголосовать ранг Кроме того, SwitchPortNoneNegotiate И переводим в другой VLAN SwitchPortAccessVLAN VLAN, который нигде не будет использоваться Например, 7.7 И выключаем все неиспользуемые интерфейсы Кроме того, мы можем DoShowVLAN И вот мы видим, что В 7.7 VLAN Находятся у нас все неиспользуемые порты И 7.7 VLAN не разрешен на транках Он является нейтивом И его нету на других свечах Мы его на других свечах не создаем Это было введение в базовую безопасность На уровне коммутации Так, с нейтив VLAN мы разобрались Но опять же, вот все то, что мы сейчас делали с VLAN Мы будем делать в комплексе с кучей других технологий По защите Когда будем заниматься Обеспечением безопасности сети Это отдельная большая тема Еще я забыл сказать про один параметр Четвертый Четвертое действие Которое мы должны сделать для того, чтобы обезопасить Можно в глобальном конфиге На свече Дать команду VLAN Dot1Q Native Которая обозначает Что тегируется даже Native VLAN Даже если каким-то образом Злоумышленник получит доступ к Native VLAN Native VLAN тоже будет тегироваться И в результате того, что Native VLAN будет тегироваться Злоумышленник не сможет Совершить вот эту вот атаку Double Taking Двойного тегирования Но, к сожалению, эта команда здесь не работает Работает она не на всех цисковских свечах Однако, знаете, если есть возможность применить Эту команду То ее можно применять Переходим к следующей небольшой теме Про Voice VLAN Даже если конечный узел попытается Послать кадр с меткой Эта метка тоже будет счищена Но бывает такая ситуация, что Между компьютером и Аксессовым свечом Стоит IP-телефон Вот таким образом это выглядит На картинке здесь я вам нарисовал Есть свеч Есть конечный абонент А между ними телефон IP-телефон IP-телефон позволяет пользоваться IP-телефонией Подключаясь к обычной локальной сети Поэтому есть отдельный 10-часовой видеокурс Посвященный IP-телефонии На базе Astrisk Там очень подробно рассказывается Об IP-телефонии Как ее настраивать Здесь нам нужно посмотреть На телефонии с точки зрения Виланов Как подключается вот этот вот телефон У него с задней стороны Есть два RJ-45 разъема В один порт вставляется Кабель до свеча А во второй порт Вставляется кабель до конечного абонента И получается, что телефон работает Как бы маленьким свечиком Между аксесс-свечом И между конечным абонентом Делается это для того, чтобы Сэкономить количество портов И количество розеток В офисе Потому что если бы не было У него такой вот функции А именно два разъема взади То пришлось бы до свеча тянуть Отдельный Ethernet кабель И отдельный Ethernet кабель До телефона И поэтому использовано Было бы два порта Вместо одного А такая схема позволяет Экономить количество портов На свече Вот тут как раз мы можем Посмотреть заднюю часть телефона Здесь есть два основных разъема Вот один разъем помечен как ПК Туда мы вставляем кабель Который подключается потом у нас к ПК А второй порт Здесь даже поддерживается питание по ПЕ Туда мы вставляем кабель до свеча А тут у нас телефонные RG11 разъемы Сюда подключается трубка Просто от этого телефона А сюда гарнитура Если она необходима И вот тут вот здесь У него есть разъем для адаптера Для того, чтобы Телефон можно было запитать А еще бывает такая ситуация Когда вот этот вот свеч Может сам подавать питание На телефон Эта технология называется ПОЕ Power over Ethernet Ну а об этом мы поговорим В отдельном уроке А сейчас мы с вами Будем интересоваться Виланами Итак, мы подключили компьютер К телефону И телефон к свечу Может быть такая задача При которой нам нужно будет Как-то разделить И голосовой трафик И трафик от компьютера Например, для организации Технологии Кеос Кеос Это приоритизация трафика Дело в том, что телефонный трафик Не выдерживает больших задержек Большого пинга И нужно как-то сделать так Чтобы трафик телефона Обрабатывался более приоритетно То есть в первую очередь А во вторую очередь Уже бы обрабатывались Пользовательские данные Такой механизм называется Кеос Приоритизация трафика И для того, чтобы можно было Как-то разграничить трафик От телефона до компьютера Для решения этой задачи Используется голосовой Вилан С помощью некой команды На свече Мы разрешаем Получение 802.1 Кюшных кадров На аксесс-порт По умолчанию Он будет такие кадры Которые получает По аксесс-порту Зарезать А мы разрешаем Получение таких Тегеруемых кадров Только для одного Конкретного Вилана Как у нас в итоге Оно все работает Вот компьютер Вот телефон Вот свеч Телефон от компьютера Получает самые обычные Нетегированные Ethernet кадры И эти самые обычные Нетегированные Ethernet кадры Отправляет через себя Дальше на свеч Он с ними ничего не делает Он их отправляет на свеч Свеч уже тегирует их Тем Виланом Которым ему сказали В нашем случае Вторым Виланом Ну и все работает Так как оно работает А вот если сам телефон Генерирует какие-то данные Голосовые То сам телефон Тегирует вот эти кадры Например Десятым Виланом И в тегированном виде уже отправляет их на свитч На свитче стоит разрешение о том, что мы принимаем такие тегированные кадры И такие тегированные кадры будут относиться к 10-му Вилану Здесь на самом деле не два провода, а только один Вот он Но здесь я показал просто логическое разделение потока Потому что телефон как бы принимает поток данных от какого-то конечного компьютера И также он генерирует сам какой-то поток данных И один поток данных, который он принимает от компьютера в нетегированном виде Он так и отправляет на свитч в нетегированном виде А уже Switch, согласно тому, в каком Вилане находится порт, сам их будет тегировать. А данные, которые генерирует телефон сам, голосовые, он их сам будет тегировать, сам заворачивать их в 10-й Вилан и отправлять на Switch. А у Switch будет стоять инструкция, в которой будет договориться, что кадры, которые мы получили тегированные, будут относиться к 10-му Вилану. Вот на практике, как сделать голосовой Вилан. Заходим на интерфейс, Info01. Конечно же, переключаем порт в Access режим, Switch Port Mode Access. Дальше назначаем на порт самый обычный Вилан. Он у нас уже назначен, но я просто показываю. Switch Port Access Вилан 2. И теперь назначаем еще один голосовой Вилан. Switch Port Voice Вилан 10. Все, теперь вся схема будет работать. Трафик, который посылает компьютер в сеть, вот этим вот свитчом будет тегироваться, как второй Вилан. А трафик, который генерирует сам телефон, уже сразу будет тегирован и поступать на Switch. Вот этой вот командой мы говорим Switchу о том, что мы тебе разрешаем по Access порту принимать тегированные кадры от телефона. Вот и все. И таким образом, в дальнейшем, если нам нужно будет реализовать механизм Киас, качество обслуживания, мы уже можем отлавлять кадры от телефона, потому что они будут в 10-м Вилане. Кадры от абонента, потому что такие кадры будут во 2-м Вилане. И выставлять приоритеты. Так что кадры от 10-го Вилана надо обрабатывать в первую очередь. А кадры от 2-го Вилана во 2-ю. Либо в 3-ю, либо в 4-ю и так далее. Кстати, вот еще по поводу безопасности. Забыл сказать, что когда мы будем строить корпоративную сеть, мы будем делать очень интересную штуку. В нашей сети будет самый настоящий Radius Server, работающий на Windows Server 2012. Соответственно, если какой-то абонент подключается к свитчу, свитч идет и обращается на Radius Server. И Radius Server в зависимости от некоторых критериев будет принимать решение, какой Вилан запускать вот этого абонента. То есть мы будем не руками вешать Вилан, а Вилан сам с помощью Radius Server будет вешаться на этот порт. Какие это могут быть параметры? Например, вот компьютер подключается. Он, во-первых, должен будет ввести пароль. При сетевом подключении появится такое окошко, типа «Введите пароль». Вот он вводит пароль. В зависимости от того, кто он такой. Вот, например, он ввел пароль бухгалтера. Значит, это бухгалтер. И, соответственно, сажаем его в бухгалтерский Вилан. И у него появляется доступ к базам 1С. Ну, если это менеджер, то, соответственно, тоже доступ к каким-то ресурсам у него появляется. Если он не ввел никакой пароль, то мы его сажаем в гостевой Вилан. А гостевой Вилан будет иметь доступ только в интернет и не иметь доступ к корпоративным ресурсам. Там даже будет такая ситуация, при которой Радиус-сервер не будет выпускать вот этот компьютер из гостевого Вилана Пока он не установит антивирус и не установит обновление на этот антивирус Для того, чтобы он не мог заразить наши внутренние сервера вирусом. Так что вот этот механизм мы с вами будем реализовывать Это одна из самых сложных задач Когда к лабораторной среде будут подключаться реальные сервера. К сожалению, пока на данном этапе это еще будет не скоро Нам предстоит еще очень много и много работы Это будет практически в конце видеокурса Но тема довольно интересная Рассмотрим Вилана в wireless сетях У нас может быть свитч Это у нас вот этот свитч. Дальше у нас есть какой-то главный свитч. Вот он Это называется distribution switch, а это называется access switch. Есть access port А есть access switch Два разных понятия, две разных темы Но пока что мы не знаем, что это access switch А это distribution switch. Мы просто видим что у нас есть свитч, в который подключается абонент, а есть главный distribution switch И вот к access switch мы можем подключить Wi-Fi точку доступа. А к Wi-Fi точке доступа соответственно по Wi-Fi будут подключаться конечные абоненты. То есть к свитчу подключается точка доступа. Вот точка доступа подключается к свитчу и дальше уже устройство по Wi-Fi цепляется к точке доступа А точка доступа уже вот этот Wi-Fi передает в сеть На самом деле Wi-Fi это не Ethernet. Там работает другой протокол. Там свои кадры там тоже есть. Кадр для MAC адреса Но это не Ethernet. Потом, когда такой Wi-Fi кадр попадает на точку доступа, точка доступа преобразовывает этот кадр в обычный Ethernet кадр и уже отправляет в сеть Вот так вот можно в базовом варианте представить как работают беспроводные сети касательно Wi-Fi Если мы говорим с вами о виланах и Wi-Fi, как же они связаны между собой? Вот эта точка доступа она обозначается как свитч вот такими вот кружками На самом деле эти кружки обозначают беспроводную связь. Такая точка доступа в терминологии CISC называется Autonomous Access Point То есть независимая точка доступа И такая точка доступа может иметь два SSID SEED То есть если вы возьмете телефон захотите подключиться по Wi-Fi то когда вы включите на телефоне Wi-Fi вы увидите два имени сети Одно имя беспроводной сети будет относиться к обычному Wi-Fi компании А второе имя это будет гостевой Wi-Fi Как правило для подключения к обычному Wi-Fi компании нужно ввести пароль А гостевой Wi-Fi как правило пароль не требует Как раз вот эта точка доступа и анонсирует в радиус сеть SSID с двумя разными именами Так вот что происходит на точке доступа Если кто-то подключается с помощью обычного Wi-Fi с паролем то такого абонента сажает в один вилан А если кто-то подключается по гостевому Wi-Fi такого сажает уже в другой вилан Например вилан 30 И потом вот эти вот уже тегированные Ethernet кадры под ранковому порту Такая точка доступа передает уже на другое сетевое оборудование Зачем разделять на виланы? На основании виланов Вот этот distribution switch который у нас вот тут представлен На основании политик например аксесс-листов которые мы будем в следующем уроке изучать Принимает решение Каким корпоративным ресурсом будет доступ Если кто-то подключился по обычному Wi-Fi То значит было протегировано 20 к примеру виланом Попал сюда И вот этот switch смотрит что это 20 вилан И уже предоставляет какой-то доступ Например если это Wi-Fi компания То будет полный доступ ко всем ресурсам сети Если же такой switch видит что поступил Ethernet кадр тегированный 30 виланом То значит это гостевой Wi-Fi И мы можем предоставить ему доступ только в интернет Либо какому-то общедоступному файловому серверу Так скажем Например Вот такая вот точка доступа Здесь ее суть что она сама на основании того По какому SSID к ней подключились Будет принимать решение в какой вилан пускать И будет тегировать Ethernet кадры Будет превращать их из Wi-Fi кадров в обычные Ethernet кадры И посылать дальше в сеть на обработку Существует другая схема реализации Wi-Fi сети И точка доступа будет уже другая Она называется Lightweight Access Point В терминологии Cisco То есть вот эта вот была самостоятельная Независимая Потому она и называлась Atonomous А вот эта вот Lightweight Почему она Lightweight? Потому что данная точка доступа не может работать без специального Wi-Fi контроллера Который тоже из себя представляет отдельное устройство Такая точка доступа не будет тегировать Ethernet кадры Все что она будет делать это анонсировать два SSID И затем просто без всяких тегов эти Ethernet кадры Которые она преобразовала из Wi-Fi кадров Будет отправлять сначала на контроллер А уже контроллер будет на основании того Из под какого SSID абонент подключался Будет принимать решение в какой вилан пускать абонента На самом деле между вот этой вот точкой доступа и контроллером Строится туннель Туннели это логическое соединение Это некая такая труба Когда вот весь Ethernet кадр с IP пакетом Может быть обернут еще одним дополнительным Ethernet кадром С IP пакетом Мы это будем очень подробно рассматривать Когда будем говорить с вами о VPN Там такие туннели Можно сказать что туннели и есть VPN Пока нам достаточно знать что от точки доступа Строятся туннели и присылаются Ethernet кадры на контроллер Контроллер Уже будет принимать решение Какой вилан посадить И будет отправлять на distribution switch По транковому порту И уже distribution switch В зависимости от того Какой вилан он получил Он будет уже принимать решение Куда в какую сеть Каким корпоративным ресурсам Предоставлять доступ абоненту И обратите внимание на тот факт Что вот эта вот точка доступа Которая была независима от контроллера Поскольку она сама тегировала эти кадры Ей нужно было транковое соединение С вышестоящим сетевым оборудованием А здесь поскольку эта точка доступа Не тегирует никакие Ethernet кадры Ей не нужен транковый порт Ей будет достаточно Аксесс порта Аксесс портов И соответственно Аксесс соединений А здесь У контроллера уже нужен транк Потому что он будет Посылать тегированные кадры На distribution switch Вот эта схема Без контроллера Называется Standalone Wireless LAN А с контроллером Называется Controller Based Wireless LAN Есть еще одна схема Которая проще даже Чем вот эта схема Есть такая схема И чем она примечательна Тут Стоит самая простая точка доступа Которая только может быть Если вы пойдете в компьютерный магазин И купите там обычную точку доступа То у вас примерно она такая и будет Такая точка доступа не умеет никак посылать два SSID Она может посылать только один SSID И соответственно Никакие кадры она тегировать не будет То есть такая точка доступа С виланами работать не умеет Именно поэтому Точно так же Эта точка доступа Будет подключаться По аксессовым портам Но что здесь можно сделать Все таки с виланами Вот этот свитч Для него эта точка доступа Все равно что Какой либо абонент Вы можете здесь На порту у этого свитча Сказать В какой вилан будут сажаться Все абоненты И собственно Когда точка доступа Будет получать вайфайный кадр И переделывать его В обычной не тегированной Кадр То она будет этот кадр Пересылать на свитч А свитч Уже будет его тегировать В другой кадр В какой-то один единственный вилан Ну а дальше На дистрибьюшн свитч Будет приниматься решение О том какой доступ Будет у этого вилана То есть еще раз Здесь Standalone Wireless LAN Здесь Цисковская точка доступа Поддерживал два SSID Она сама тегировала Ethernet кадры И по транковому порту Отправляла на все другие устройства То есть Она могла различать Обычный вайфай и гостевой И вот этому свитчу все передалось По транкам И он уже собственно думает Что с этим делать Здесь же совсем простая Точка доступа Она не умеет ничего тегировать У нее только один SSID И она по обычному Аксесс соединению Передает на обычный Аксесс свитчи Обычные Интернет кадры И вот этот свитч Может их при желании Протегировать А здесь Самая сложная схема Контроллер-бейст Wireless LAN Когда точка доступа Строит туннель До контроллера Передает кадры контроллеру И уже контроллер Принимает решение о том В какой вилан сажать Как он принимает эти решения Ну к примеру Идут Ethernet кадры С пометкой Что вот этот вот Ethernet кадр был От вайфай компании А вот этот вот Ethernet кадр Был от гостевого вилана От гостевого вайфая Это все попадает сюда Вот с этими вот пометками То есть приходят Не теггированные виланы А просто пометки И на основании вот этих вот пометок Контроллер тегирует Настоящему вилану И посылает дальше на обработку Итак Переходим к протоколу Который называется VTP И напрямую относится К теме виланов Модифицируем немножко Схему нашу Поставим два обычных Свитча Который у нас L2+. Мы уже с вами знаем Что для того Чтобы свитч мог Протаскивать через себя Теггированные кадры В его базе виланов Эти виланы должны быть созданы Не обязательно чтобы они были У него привязаны К каким-то портам В базе эти виланы Должны быть для того Чтобы он мог через себя Протаскивать теггированные кадры И как мы с вами делали Мы заходили На коммутатор И вручную создавали эти виланы Мы писали вилан такой-то И потом давали команду Show VLAN И смотрели на табличку виланов Вот это база данных виланов В голове у свитча Ладно если виланов 2 А если виланов допустим 100 И у нас сеть уже настроена А потом мы добавляем Еще какой-то свитч Добавляем его в сеть Для того чтобы он Полноценно работал с сетью Нам придется вручную Прописывать вот эту вот Базу виланов А вот представьте Что если организация Довольно крупная И по какой-либо причине Там сделано 1000 виланов И нужно будет На каждом коммутаторе Вручную прописывать 1000 виланов Это не совсем удобно Поэтому на помощь нам Для решения данного вопроса Приходит протокол VTP VLAN Trunking Protocol Он позволяет Автоматически Синхронизировать Базу виланов Сразу на всех свитчах То есть если мы делаем На каком-то одном свитче Какой-нибудь вилан С помощью протокола VTP Информация об этом Вилане разносится Сразу на все устройства И соответственно Нам не приходится Вручную на каждом устройстве Прописывать эти виланы А в реальном же мире К сожалению Протоколы VTP Использовать крайне не рекомендуется Потому что существует Целый класс атак На протоколы VTP От которых Защититься практически невозможно О детальных Недостатках протокола Мы поговорим Чуть позже После того Как поймем Как вообще работает данный протокол И научимся его конфигурировать Прежде чем конфигурировать Наш протокол Наши новые свитчи Нужно настроить на работу С транками Проверим работают ли эти свитчи Неправильно Мы сконфигурировали транки Не работают они Ааа не работают они Потому что на них База виланов Пустая Пока не будем делать Эту базу виланов За нас ее сделают Протоколы VTP Итак Мы хотим запустить Протокол VTP Чтобы вот эти два свитча Узнали о виланах Которые есть здесь И здесь Для этого нужно На свитче В глобальной конфигурации Написать команду VTP Domain И придумать любое Имя домена Это не такой домен Как в контроллере Домена А просто некий такой Логический домен О котором будет знать Только протокол VTP Конечные устройства Об этом домене Знать не будут И с Windows сервером Он вообще никак не связан Тут можно написать Любой домен Например DarkMichael У нас написано Что домен был изменен И теперь внимание После того Как мы хотя бы На одном устройстве Прописали домен Назначили домен Все остальные свитчи В топологии Автоматически цепляют Это имя домена И автоматически На всех устройствах Протокол VTP Начинает работать Мы можем посмотреть Статус VTP Протокола С помощью команды ShowVTPStatus И сейчас первое Что мы уже получили Это имя домена И имя домена DarkMichael Если мы посмотрим На любом другом свитче Например на вот этом И тоже делаем ShowVTPStatus И тут мы видим Что и тут Точно такое же Имя домена DarkMichael Как только мы на любом устройстве Задали домен Сразу На все другие свитчи Попадает это имя И VTP Включается сразу На всех устройствах Теперь мы можем Посмотреть базу VLAN ShowVLAN И мы видим И мы видим Что к нам пришли VLAN Их здесь не было До того как мы Включили протокол VTP VLAN здесь не было Но после того как мы Назначили домен Включился VTP И VLAN и пришли На все устройства Тут тоже посмотрим ShowVLAN База VLAN База VLAN на всех свитчах Синхронизирована Сейчас попробуем пингануть давайте на любом из свечей создадим 10 вилан сейчас смотрим и видим что никакого 10 вилана нет по крайней мере на вот этом свече 10 вилана нет и на других соответственно тоже нет давайте например на этом свече создадим 10 вилан мы создали 10 вилан на вот этом свече теперь можно посмотреть что стало с таблицей и мы видим что в базу данных вот этого вот свеча по протоколу vtp от вот этого вот свеча пришел 10 вилан то же самое и здесь можем посмотреть вот видите пришел то есть протокол vtp работает поздравляю мы настроили vtp на этом урок наш закончился а нет не закончен есть еще множество моментов которых мы должны поговорить есть несколько режимов которых может работать свеч если мы говорим про протокол vtp это может быть клиент сервера transparent vtp of по умолчанию когда мы вот это вот все так настроили у нас все свечи работают в режиме сервер в режиме сервера мы можем изменять или удалять виланы свеч принимает и отправляет vtp обновление то есть рассылать свою базу данных соседям и он ее еще не только просто рассылает но он еще и синхронизирует если ему кто-то присылает новую базу то он ее синхронизирует со своей базой если мы переведем какой-нибудь свеча в режим клиента то на клиентском свече нельзя будет изменять или удалять виланы однако свеч по-прежнему будет принимать и отправлять в vtp обновления и будет синхронизировать базу вилан давайте пока на вот этих вот двух режимах остановимся остальные рассмотрим чуть позже с помощью команды то же самое show vtp статус мы можем посмотреть в каком режиме работает протокол vtp сейчас он работает в режиме сервер и как я ранее сказал они все по умолчанию работ в режиме сервер давайте вот этот вот один оставим в режиме сервера на все остальные будут клиентами client client для того чтобы перевести свеч в клиентский режим нам нужно из глобального конфига написать vtp мод и за режим выбираем client перевели в клиентский режим здесь тоже самое vtp мод client и здесь тоже самое vtp мод client теперь если мы дадим команду душа вить и пи статус то мы увидим что теперь режим клиент в клиентском режиме мы не можем изменять и удалять fil на ны что это значит это значит то мы вручную с консоли больше не можем ни создавать не удалять виланы на этом клиентском свече есть мы сейчас попробуем создать какой-то туалов то у нас поеду сообщение что создание винов невозможно если данное устройство находится в клиентском режиме но если на каком-то сервере мы все же создадим какой-то WLAN или удалим, то этот свитч все равно получит этот WLAN. Все вот эти свитчи, они получат этот WLAN. Серверов может быть несколько, и клиентов может быть несколько. Здесь сервер и клиент находятся не совсем в традиционном понимании. Обычно мы когда говорим про сервер, то в нашем понимании возникает какой-то главный, центральный, типа такой всемогущий, а клиент это просто клиент, он мало чего может. И здесь это не совсем так. Все участники полноценны. Просто на сервере мы можем создавать и удалять виланы а на клиентах мы не можем если мы на сервере сделаем какой-то вилан то на всех других клиентах мы его также увидим есть мы сейчас делаем вилан 20 то на любом клиенте вот он 20 вилан приходит но отсюда мы не можем никак создать вилан с клиента сервер можем есть еще дополнительно два режима режим transparent и режим витепи of режим transparent что будет делать если мы переведем режим transparent в этом режиме данный свеч не будет синхронизировать свою базу данных с другими участниками но будет через себя пропускать витепи пакеты с обновленной информацией если здесь мы создали какой-то вилан то витепи пакет придет на вот этот вот свитч вот это вот свитч не будет смотреть что написано вот в этом пакете какие виланы пришли и не будет с ним синхронизировать свою базу но несмотря на это он все равно дальше через себя пропустит этот пакет то есть он как бы прозрачный он сам базу не синхронизирует но пакет дальше этот витепи пропускает если же мы включим режим витепи of то в этом случае свечи не будет не только не синхронизировать информацию но еще не будет пропускать пакет дальше вот в чем вся разница то есть режиме transparent он базу не синхронизирует но ведь пишный пакет пропускать через себя в режим витепи of пакет он через себя пропускать не будет и синхронизировать базу тоже не будет Но несмотря на это, все равно виланы можно будет создавать. Просто они будут конкретно у этого роутера во голове храниться и распространяться никуда не будут. И синхронизироваться ни с кем не будут. Вот такие режимы. Забыл сказать, режим VTP-off поддерживается только в третьей версии VTP. А третья версия VTP здесь не поддерживается. Как видите, режима VTP-off нет, потому что мы работаем с версией второй. Вот в Cisco Pocket Tracer по умолчанию включается вторая версия. Официальная документация говорит о том, что свитчи работают в первой версии. На практике мы видим немножко другое. Чтобы поменять версию, нужно дать команду VTP-версиям. В Cisco Pocket Tracer доступна только первая и вторая версии. Итак, перевели мы в режим Transparent вот этот вот свитч. Теперь создадим еще какой-нибудь VLAN. Например, 55-й. Что произойдет? Посмотрим базу данных на этом свитче. Видите? 55-го, которого мы здесь создали. На свитче, который работает в Transparent режиме, нет. Потому что он больше не синхронизируется с тем, что ему присылают. Если мы здесь посмотрим, то здесь как раз-таки информация об этом VLAN сюда пришла. Потому что в режиме Transparent он пропускает VTP-пакет. А если бы мы сделали режим VTP-off, если бы он поддерживался бы, то клиент бы тоже не получил VTP-пакет. И 55-й VLAN, соответственно, здесь бы не появился. Если это будет не клиент, а сервер, все будет абсолютно то же самое. А они точно так же будут синхронизировать базу. В клиенте мы не можем руками создавать VLAN. А если мы сервер, то мы можем. Дальше. Интересная информация будет по поводу номера ревизии. Configuration Revision. Сейчас мы еще раз запросим статус. Do Show VLAN статус. Ой, не VLAN, а VTP. Так вот сейчас номер шестой. Смотрите. Как только мы сейчас создадим VLAN на этом свитче, то наш номер ревизии станет седьмым. То есть следующим. Смотрите. VLAN 7.7. 8.8. Если мы посмотрим статус, то увидим, что он действительно стал седьмым. Был шестой. А после того, как сделали VLAN, стал седьмым. Как только мы создаем какой-то VLAN, у нас меняется номер ревизии. Также, если мы удалим какой-то VLAN, номер ревизии станет больше. И сервер VTP-пакета рассылает всем другим. Когда другой свитч получает вот этот вот VTP-пакет, он сравнивает номер ревизии, который был написан в этом VTP-пакете, с тем номером, который у него есть по факту. Если номер ревизии в пакете был больше, чем тот номер, который он знал, то свитч выполняет синхронизацию баз данных. Этот механизм сделан для того, чтобы все свитчи понимали, кто первый внес какое-то изменение в топологию VLAN. Тут мы создали какой-то VLAN, и вот этот вот свитч в табличку себе повышает номер ревизии. И пакет VTP-пакет с обновлениями, которым будет ставить, он тоже туда пишет номер этой ревизии. Когда этот номер приходит на другой свитч, то свитч сравнивает свою вот эту вот таблицу, свой номер ревизии с тем номером ревизии, который пришел ему от соседа в VTP-пакете. И если номер ревизии больше, то он обновляет свою базу данных. Обратите внимание на тот факт, что когда свитч получает VTP-пакет с номером ревизии, больше, чем тот, что он знает, свитч не добавляет новую VLAN в свою таблицу, а он старую таблицу затирает, а новую таблицу, которая пришла в VTP-пакете вместе с номером ревизии, себе загружает. То есть как только мы здесь добавили новый какой-то VLAN, то на всех других свитчах старая таблица затирается, и создается новая. То есть если мы... Душу у VLAN. Если мы здесь создали какой-то новый VLAN, к примеру, 88-й, то в VTP-пакет этот свитч загружает все пользовательские VLAN и отправляет эти все VLAN в VTP-пакете вместе с новым VLAN. И другие свитчи старую таблицу затирают и, соответственно, загружают новую. Так вот в этом и есть все проблемы протокола VTP, и это и есть та проблема, по которой протокол VTP использовать не стоит. Дело в том, что очень просто. Может завестись какой-то злоумышленник, который подключится к какому-нибудь свитчу и скажет, что у него номер ревизии, например, миллион. А VLAN никаких не будет. И все другие свитчи подумают, что появился какой-то товарищ, у которого номер ревизии больше, чем у нас. И давайте построим мы свою базу VLAN в соответствии с тем, что говорит тот свитч. И возьмут и затрут всю свою базу данных. Здесь VLAN, например, никаких не было. Злоумышленник с большим номером ревизии сбросил нам VTP-пакет, он разошелся во все свитчи. Все свитчи затерли свои базы данных, свою таблицу VLAN, и сеть полностью перестала работать. Даже если бы вот тут вот был тоже второй VLAN, даже в пределах одного свитча, два компьютера перестали бы общаться между собой. VLAN на интерфейсах бы остались, но VLAN бы в базе свитча были бы стерты вот этим вот злоумышленником. А без этого тагированный кадр даже в голове одного свитча на другой порт не пройдет. Это первая проблема, которая очень актуальна, и которой использование в VTP не рекомендуется. Вторая проблема, это следующая ситуация. Например, у вас была какая-то сеть, были сотни VLAN, и сотни VLAN работали. Потом вы решили поменять какой-то свитч. Вот этот свитч показался вам малопроизводительным. Поменяли вы его, отключили от сети, и положили в какую-то коробку. Вместо него поставили какой-то другой свитч. И затем, через какое-то время, по какой-то причине, вы полностью перенастроили VTP, и у вас поменялись номера ревизии. Тут, например, был номер ревизии 320, а здесь все обнулили. И тут стал, например, 10, 20, 30 номер ревизии. Через некоторое время появился какой-то новый сотрудник. Там несколько новых сотрудников. Портов стало не хватать. И вдруг вы вспоминаете, что у вас где-то в кладовке валяется свитч. Он еще рабочий. Вы его просто поменяли, потому что он как бы устарел. Но для особо нетребовательных клиентов для них пойдет. И вы берете и ставите вот этот вот свитч. И радусь, типа, вот, я нашел свитч, работа сделана, выход из ситуации найден. Теперь все у нас будет работать. Но как только вы включаете вот этот свитч, у него в голове, будет большой номер ревизии 320. А вы уже давным-давно про это забыли. У вас уже другая база виланов, другие номера ревизии, а этот-то он ни о чем не забыл. У него номер ревизии 320. И он берет и говорит всем, ребятушки, у меня-то номер ревизии 320. Ну-ка, давайте обновляйте свои базы. И вот эти все свитчи и стирают свою актуальную базу виланов и меняют ее на ту базу, которую когда-то знал вот этот старый свитч. На ту базу виланов, которая уже давно не актуальна. В результате, опять же, у вас сеть разваливается, половина виланов перестает работать, и происходит просто катастрофа. И все, что вам нужно было сделать для того, чтобы развалить сеть, на 600 человек, например, или на 1000, просто нужно было подключить проводом один свитч. И все, у вас сеть вся развалилась. И тем самым не имея доступа к серверам, не имея доступа к интернетам, виланы все перемешались. Вы хватаетесь за голову, сначала вообще не понимаете, что происходит. Потом вы, может быть, все-таки вспоминаете этот видеокурс и понимаете, что, возможно, это случилось из-за VTP. И вручную начинаете на каждой свитчи своей организации снова прописывать вот эту базу. У вас, допустим, 100 виланов, и вот эти вот все виланов вам нужно будет на десятки свитчей. И приходится вам заново восстанавливать эту базу виланов. На все это требуется большое количество времени. И сейчас даже минута простой какой-то крупной организации приносит довольно значительные убытки. Вам начинают звонить в техподдержку, спрашивать, почему не работает. У вас начинает раскаляться телефон от звонков. В общем, происходят страшные вещи, как страшный солнце с админа. То есть, а пока все будете вы восстанавливать, там уже получится далеко не минута. Это может быть и полчаса, и час, и больше. И в итоге компания не сможет пользоваться ни сетью, ни интернетом. Это просто катастрофа для сис-админа, и он может понести за это такой штраф. И то и увольнение с работы. Поэтому с протоколом VTP нужно быть очень аккуратным. Потому что, как я и сказал в самом начале данного урока, что коммутация это и есть вилан. Никакая сеть не обходится без виланов. Ни одна современная сеть не обходится без вилана. Потому что строить один широковещательный домен, допустим, на 600 человек, это просто снизить работоспособность своей сети, в лучшем случае, на 50%. Так никто не делает. Все разбивают свою сеть на виланы, потому что это более безопасно. Это предотвращение огромного количества широковещательного трафика. Коммутация это и есть виланы, и всего лишь какой-то протокол VTP может положить всю вашу коммутированную в сеть. Роутеры будут работать, а свечи работать не будут. Поэтому нужно быть очень аккуратным с протоколом VTP. Какие же есть небольшие способы защиты от такой проблемы? Есть возможность хотя бы установить пароль. Мы можем дать команду VTP Password. 123, например, любой можете поставить. И теперь для того, чтобы вот этот свитч мог синхронизировать свою базу данных с этим свитчом, тоже нужно прописать точно такую же команду и установить точно такой же пароль. Абсолютно логично, что имя домена все свитчи автоматически хватают сами, а пароль нужно на все свитчи устанавливать руками. Но вот эта вот парольная защита, она очень-очень слаба. Любой злоумышленник, подключившийся к вашей сети, может запустить Wireshark, посмотреть пакет, который передается вот в VTP, посмотреть какой там пароль, и точно так же возьмет, поставит свитч, сделает большой номер ревизии, подключится, пропишет команду VTP Password такой-то, и точно так же у вас вся сеть рухнет. Поэтому рассчитывать на защиту таким паролем не нужно. Другой способ защиты это контроль транков. Потому что свитч принимает VTP пакет только по транковому порту. По Аксесс порту свитч VTP принимать не будет. Поэтому опять-таки очень важно, к свитчам, которым цепляются конечные абоненты, очень важно, чтобы на них все порты были вручную включены в Аксесс режим, была прописана команда switchport non-negotiate. Последнее обязательно про-negotiate, но ладно, пускай оно будет. Потому что если мы вручную включим порт в режим Аксесса, то уже с нами транк установить не смогут. А если с нами не смогут установить транк, то и вредоносный VTP пакет нам сбросить не смогут. Но не забывайте, что может произойти такая ситуация, что вы сами об этом забудьте, может произойти такая ситуация, как я показывал. Возьмете какой-то старый свитч, воткнете его, и у вас же есть доступ к транковым портам, к свитчам. И вот вы забудьте об этом, ведете все эти данные, и в итоге старый свитч сломает у вас всю сеть. Поэтому, даже если у вас много виланов, даже если их у вас сотни, вы будете спать спокойнее, если сделаете виланы все-таки вручную. Если будет появляться какой-то новый вилан, так уж и быть, вам придется вручную его прописать на всех свитчах. Зато вы себя обезопасите от той катастрофической ситуации, которую я описал. Будьте внимательны. Как я уже сказал, VTP по умолчанию включен и готов к работе. Но базу виланов он не таскает, потому что не настроен домен. Для того, чтобы выключить VTP, все, что вам нужно, это в каждом свитче прописать команду VTP-MOD-TRANSPARENT. То есть каждый свитч перевести в транспарент режим. Считайте, что вы выключили это командой VTP, если это VTP второй версии. Если у вас поддерживается VTP третьей версии, то вы можете написать команду VTP-OFF и по сути это будет то же самое. Вы также выключите VTP, в чем отлитие я уже рассказывал. И в итоге, когда настраиваете сеть с нуля, выключаете VTP. Переводите его в транспарент мод. В VTP есть несколько версий. Сейчас наиболее актуальна вторая версия. Используется практически повсеместно. И уже относительно давно появилась третья версия. Третью версию поддерживают только топовые и дорогие свитчи. В основном можно встретить поддержку второй версии. И первой, конечно. Итак, что нового во второй версии по сравнению с версией первой? Во второй версии протокола VTP появилась поддержка TLV. Расшифровывается эта аббревиатура как Type, Length, Value. Тип, длина, значение. Что это такое? Это три отдельных поля, которые добавляются к пакету VTP. То есть есть какой-то стандартный пакет VTP. У него есть заголовки. Они несут полезную нагрузку. И вот к этому пакету может быть добавлено дополнительное поле. Зачем? Для того, чтобы в пакете VTP можно было протаскивать какую-то дополнительную информацию, с которой сам VTP работать не умеет. То есть, например, пакет VTP может в себе тащить вот эту вот дополнительную информацию, которая предназначена для другого протокола или для другого механизма. Используется это в связке с MST. Технологией защиты от петель. Так что вот появился такой механизм. В поле Type пишется, что за данные там буты, для какого протокола они предназначены. Там будет номер вот этого вложения. Дальше длина. И непосредственно сами значения. Следующее отличие это то, что в режиме Transparent Switch будет пропускать VTP сообщения, даже если именно доменов не совпадают. Может быть это не совсем интересно, как бы чем они отличаются. Информации в этом уроке было очень много. Но будет спрашиваться на экзамене, чем отличается версия первой от версии второй и от третьей. Для того, чтобы правильно ответить на этот вопрос, вы должны это знать, если вдруг вы будете сдавать экзамен. Так вот, если Switch работал в Transparent режиме, что происходило с первой версией протокола VTP? Если, например, на этом Switch домен назывался Cisco, а на этом Switch домен DarkMichael, то если такой VTP пакет получал данный роутер, он непосредственно не отправлял этот пакет дальше своему соседу. Если, то есть, домены не совпадали, то VTP пакет дальше не отправлялся. А вот в VTP версии второй, даже если здесь название домена Cisco, а тут DarkMichael, VTP пакет все равно будет дальше передаваться. В принципе, это все основные отличия второй от первой версии. Что же появилось в третьей версии? Во-первых, появилась поддержка Private VLAN. Private VLAN мы будем рассматривать в отдельном уроке, когда будем строить большую корпоративную сеть с другой лабораторной средой. Там эта функция как бы включается, но по факту она не работает. Я не встречал ни одной лабораторной среды, в которой Private VLANы бы поддерживались. То есть, фактически, Private VLANы... Посмотреть, как они конкретно работают, можно будет только на реальном оборудовании. Но в той лабораторной среде, в которой мы будем работать, там хотя бы команды есть, так что сможем посмотреть. В Cisco Packet Tracer нет вообще ни одной команды, связанной с Private VLANами. Private VLANы, сейчас вкратце скажу, позволяют запретить доступ между одними и теми же VLANами. То есть, вот этот абонент во втором VLANе, и вот этот абонент во втором VLANе. С помощью Private VLANов можно сделать так, чтобы они друг друга пинговать не могли. Не только пинговать, а посылать вообще любые кадры. То есть, на физическо-логическом уровне запретить доступ можно только между одними и теми же VLANами. А в обычных VLANах, с помощью аксесс-листов, мы можем запретить доступ между двумя разными VLANами. Дальше. У версии 3 есть поддержка MST. MST это механизм защиты от петель. Скоро мы это будем также разбирать. Дальше. Протокол версии VTP3 не устанавливает доменное имя в автоматическом режиме. То есть, помните, да, здесь мы вот придумали какое-то доменное имя, а все остальные его сразу подхватили. Если запущено версии 3 на всех устройствах, то доменное имя на каждом устройстве нужно вводить вручную. Автоматически цепляться оно на другие свечи не будет. И я считаю, что это правильно. Злоумышленнику будет еще сложнее. Мало того, что ему нужно будет подобрать пароль, так теперь ему еще нужно будет подобрать доменное имя. Как-то узнать, как-то выяснить его. Дальше. Улучшенная безопасность, которая выражается функцией Primary Server. Мы можем выбрать какой-то свитч и сказать ему, что ты будешь Primary Server. Главным сервером. И все другие свитчи будут знать о том, что этот свитч Primary. То есть, самый главный. И только у Primary свитча будет право отправлять всем вот эти вот обновления VTP-базы. То есть, здесь у нас в первоначальной конфигурации все свитчи сервера. И любой сервер имеет право посылать другим и серверам, и клиентам базу с VLAN-ами. Это во второй версии. А в третьей версии мы можем сделать только один сервер. Просто Primary Server. Главный сервер, где только у него будет право рассылать все вот эти данные. И в этом случае чисто теоретически можно защититься от той ситуации, когда вы взяли какой-то свитч с какой-то базой VLAN-ов, с большим номером ревизии, и положили его в коробку. А потом достаете его, подключаете. А номера ревизии на вашей основной сети были сброшены. Вы подключаете этот свитч. И он говорит, а здравствуйте, мой номер ревизии 320. А другие все скажут, знаешь, что нам все равно. Мы тебя не слушаем. Потому что у нас есть другой главный сервер. И он диктует нам свои условия жизни в этой среде. И мы слушаем только его. Задается командой VTP Primary Server. И последнее новшество версии 3. Это поддержка расширенных VLAN-ов. Мы еще с вами не говорили о диапазонах VLAN-ов. Сколько вообще может быть VLAN-ов? Что такое нормальные VLAN-ы? И что такое расширенные VLAN-ы? Нету понятия стандартный VLAN. Есть понятие нормальный VLAN и расширенный VLAN. Значит, диапазон нормальных пользовательских VLAN-ов называется с 2 до 1001-го. Вот такой диапазон VLAN-ов VTP 1-й и 2-й версии может таскать между свечами. От 2-го до 1001-го. Первый VLAN VTP не таскает. Потому что первый VLAN, он по умолчанию и так есть. Сразу на всех устройствах. Нет смысла его таскать, потому что удалить первый VLAN тоже нельзя. И также есть зарезервированные 1002-й, 1003-й, 1004-й, 1005-й. Они тоже есть на всех устройствах. Соответственно, эти VLAN-ы нету тоже смысла таскать, потому что они есть на всех устройствах. А пользовательские VLAN-ы, которые мы можем наделать со 2-го по 1001-й, они будут таскаться. VTP версии 3 умеет же таскать не только нормальный диапазон VLAN-ов, но и расширенный диапазон VLAN-ов с 1006-го по 4094. Опять же, диапазон нормальных. Дальше пропускается 1002-й, 1003-й, 1004-й, 1005-й, потому что это служебные VLAN-ы, которых нет смысла таскать. И таскаются расширенные тоже, начиная с 1006-го и заканчивая 4094-м. Так, ну понятно, есть какие-то нормальные VLAN-ы, какие-то расширенные. Сколько же вообще VLAN-ов может быть? Всего в стандарте 802.1Q можно создать 4095 VLAN-ов. Это максимальное количество VLAN-ов, с которыми может работать стандарт 802.1Q. Но мы не можем их все использовать, потому что некоторые VLAN-ы зарезервированы для специальных служб. Например, мы не можем использовать нулевой VLAN, и мы не можем использовать 4095-й, потому что такой VLAN, вот эти два VLAN-ы, нулевой и 4095-й, зарезервированы самим стандартом 802.1Q. Также мы не можем использовать... Сейчас добавим чистый свитч. Do Show VLAN. Show VLAN. Мы не можем использовать 1002-й, 1003-й, 1004-й, 1005-й, которые зарезервированы для служб FDDI, FDNet, TRNet и TokenRing. Поэтому что у нас получается? То есть всего 4095 VLAN-ов. 4095 VLAN-ы зарезервированы самим стандартом. Он вообще не используется никакой службой, его просто использовать не можем. Поэтому отнимаем единицу. Так, осталось это количество. Дальше. Не можем мы использовать еще вот эти вот 4 VLAN-а. Они зарезервированы, поэтому делаем минус 4. Получается 4090. И остается вот этот один дефолтный VLAN. Он в принципе уже есть, но рекомендуется его не использовать вообще. Снимать с интерфейсов. Мы это делали с помощью рейндж-интерфейсов. Отнимая единицу. И получаем 4089 VLAN-ов, которые могут быть использованы под нужды нашей организации. То есть по стандарту 802.1Q поддерживается 4089 VLAN-ов. Но, то ли дело стандарта, то ли дело конкретное оборудование. Разные цисковские свечи поддерживают разное количество VLAN-ов. Поэтому, если вам требуется какое-то внушительное количество VLAN-ов, больше там скажем 50, всегда нужно смотреть на спецификацию того устройства, которое вы покупаете, того свеча. И необходимо смотреть, сколько VLAN-ов конкретно устройство поддерживает. Сколько их вообще можно создать на устройстве. А если говорить про протокол VTP, то VTP таскает между свечами со 2 по 1001 VLAN, если это VTP-версия 1 или 2. А если VTP-3 версии, то помимо вот этого диапазона, он еще таскает и расширенный диапазон. Вы видите до 4094, потому что 95-й зарезервирован стандартом 802.1Q. Последнее, о чем мы поговорим, так это о том, в какой памяти хранятся эти VLAN-ы. Где их посмотреть и где они находятся. Вы знаете, что абсолютно все, что мы делаем, можно посмотреть либо в running.config, либо в startup.config. То есть startup.config это тот конфигурационный файл, который switch либо роутер пустит в себя в память, вот эту конфигурацию, при загрузке и начинает с ней работать. То есть первое, что они грузят, это операционную систему Cisco IOS. Но по сути, своя наголая, без конфигурации. Еще они грузят startup.config, в котором все наши настройки интерфейсов, IP-адресов, защит и так далее. Это я говорю про startup.config, а running.config он тоже в текущий момент запущен на устройстве. Я уже подробно рассказал, что когда мы даем команду write, мы running.config копируем в startup.config. А когда мы производим какие-то изменения в процессе работы устройства, мы вносим автоматические изменения в running.config. А если мы хотим их сохранить, мы даем либо write, либо copy running.config, startup.config. И весь конфиг из running.config попадает в startup.config. А давайте посмотрим, есть ли здесь что-нибудь про виланы. Так, про виланы ничего нет. Есть интерфейс вилан, но это не то. А базы виланов здесь почему-то нет. Как же так? Ведь у нас вся конфигурация свеча хранится как раз в этих файлах. Либо running.config, либо startup.config. Оказывается, база виланов хранится в отдельном специальном файле, который называется vlan.dat, vlan.dat, и который хранится на флэш памяти свеча. Мы можем дать команду showflash с двоеточием и увидеть содержание флэш памяти. Первое – это сама операционная система. И второе – сам вот этот файл vlan.dat. В нем как раз и находится этот show.vlan. Вот это все, вот оно хранится в памяти на флэшке vlan.dat. Но, когда мы переводим свеча в режим transparent, то вся информация из файла vlan.dat как раз таки переносится в running, а потом и в startup.config. То есть, если свеч работает в режиме либо server, либо client, то тогда база данных хранится на отдельном файле. Если же свеч работает либо в transparent, либо в vtp-off режиме, то тогда эта база виланов хранится либо в running.config, либо в startup.config. Она туда переносится. Вот, давайте попробуем. Введем режим vtp-mod transparent с этим девайсом. И посмотрим, что у нас стало с running.config. Душа, уран. Вот они, видите, появились. Виланы наши. Они из файлика vlan.dat были скопированы в running.config. А первоначально, до того, как мы перевели его в transparent режим, их здесь в running.config не было. Они хранились в файле vlan.dat. Вот, в принципе, по сути своей и все, о чем я на данном этапе хотел рассказать вам о вилану. Ну вот все, я говорил безопасность, безопасность. Мы выяснили, что до какого-то компьютера в вилане можно достучаться, только если другой компьютер с ним будет находиться в том же самом вилане. То есть тег должен быть точно таким же. Ну, в смысле, точно таким же. Вот этот вот компьютер, подключенный к вилану второму, свитч тегирует этот кадр. И этот тегированный кадр попадает только во второй вилан. Я вам также показывал, если вот этот компьютер настроит в себе IP-адрес из той же подсети, что и вот этот компьютер. Но если он будет находиться в другом вилане, например, в native вилане, то он не сможет достучаться до вот этого компьютера. В случае виланов мало находиться в одних и тех же подсетях. И еще нужно находиться в одинаковых виланах. Это я уже подробно рассказывал. Каким образом обеспечивается защита, когда мы говорили о native виланах? Но еще есть и вторая защита. Когда мы делали вот этот вот роутер, то мы спокойно ходили с второго вилана в третий с помощью маршрутизации. И где же тогда тут безопасность, если со второго вилана можно ходить в третий? Я же в самом начале говорил, что нужно делать так, чтобы бухгалтерия, к примеру, в третьем вилане не могла ходить к менеджерам в четвертый. По умолчанию, когда мы делаем маршрутизацию, связь между виланами есть, но мы можем ее запретить, используя аксесс-листы. И вот про аксесс-листы будет наш следующий урок. Мы сначала детально изучим, что такое аксесс-листы, как их можно использовать, а потом сможем вернуться к этой схеме и сделать так, чтобы второй вилан не ходил в третий вилан. И наоборот. Продолжение следует...